Ну, давайте. Поехали. Начинаем. Готовьте. С третьей попытки у нас что-то получилось. На ощупь, на ощупь. Максим справился со сложной техникой. Сегодня мы решили убрать её со стола. Ребят, привет. Те, кто нас только слушает, вы должны знать, что мы всё ещё в видеоформате присутствуем. Всё ещё не просто так. Да, расставлять это всё, выставлять. С нами тут уже, можно сказать, практически несменный ведущий. Всем привет. Александр, наш баритон и лицо нашего подкаста. Не в фокусе. Лицо не в фокусе сегодня. Как не в фокусе? Вот же в фокусе. Сегодня в фокусе. Добрый день, вечер, утро. Максим. Ну и Виктор. Бессменный ведущий. Бессменный ведущий. Потому что мы снимаем у него дома. Взятые в заложники. Да, пацаны меня уже тут прям настаивают на том, что нужно переходить, оставить всё расставленное оборудование и вот так вот жить с этим. Купить хату новую надо. И переехать. Два часа двадцать минут мы расставляли. Окей, ладно. Давайте к нашим темам. Сегодня, наверное, самая большая тема будет это... Новый радар. Новый радар, да. Что за радар, Саша? Произношение моего английского может быть не совсем правильно. От компании ThoughtWorks. Нет, так? Нет? Ну, я... ThoughtWorks. Да, я произношусь. ThoughtWorks. ThoughtWorks. Да. Хорошо, да. Ну, это, на самом деле, регулярная штука, которая выходит сейчас два раза в год, да, три раза в год. У них по-разному постоянно меняется периодичность. Вот. Не раз в год просто? Нет. Нет, они выпускают каждые два раза в год, каждых полгода в среднем. Но иногда у них проскакивают три радара в год. В прошлом году вот это было. Да, да, да. Я помню, что вот за год мы делали обзор на один. У нас в одном из первых выпусков был обзор на... Да, а потом под конец года мы делали DevOps Minsk. И там мы на троих. Кстати, есть будет ссылочка в описании. DevOps Minsk. Домашняя атмосфера. Послушайте. Разбирали на три компании прошлый радар. В этом радаре было тоже, кстати, очень много в этом году. В этом радаре очень много всего нового. Я предлагаю переключиться на него. И немножко описание для тех, кто не в курсе. Что же такое в целом радар? Радар состоит из нескольких категорий. Во-первых, я бы сказал, что нужно разделять о том, что само облако, вот этот кружочек, он разделяется на четыре секции. Это техники, тулы, платформы и... Можно показать, наверное. Сознать магию. Да, сделать магию. Сейчас я попробую сделать магию. О! Вот оно. Может переместить в другое. Вот так. Да, давай пока выключим. Вот это наши, получается, четыре штуки. Техники, тулы, платформы и языки. Очень, мне кажется, мы много времени проведем в техниках, потому что очень много всего нового. И есть еще... Много всего нового и всего, о чем надо забыть. Кстати, да, очень много в этот раз появилось уход в unhold. Я бы так сказал бы, в hold, да. Смотрите, дальше есть еще категории. Есть adopt. Это то, что, ну, я бы сказал бы, уже нужно просто идти и внедрять. Если у вас еще этого нету, то уже must have просто к внедрению. Триал — это то, что стоит вот прям смотреть, смотреть, смотреть уже прямо сегодня. Асесс — это делать POS-шечки потенциальные. Присмотреться. Да, присмотреться. Может быть, вам это в будущем поможет, не знаю, там, воплощение. И hold. Да, я когда первый раз открыл этот радар, смотрю hold. Гитовс! Гитовс в холде! Что такое? Ну, слава богу, все разобрались, там все нормально. Не переживайте, ребята. Я бы не рассказал, что такое hold. Да, hold — это... Делать с осторожностью. Я бы даже сказал, что не то, что с осторожностью. Я бы сказал, что не стоит этого уже делать. То есть, если вы так делаете, то лучше переставать так делать. То есть, уже не делайте таким образом. Там вопросики есть, можно нажать. Мне надо делать в английском, классно пишут. Да, 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 да. Но ты же не читал, ты же не готовился. Проси-то висковшем, но... Ну, оно такое, как бы, очень расплывчато. Если ты нажмешь дальше, мы будем дальше читать, то мы увидим, что hold все-таки ближе к тому, что... Нет, ну там же написано, что делать можно, но надо понимать. Нет, подожди. Мы, во-первых, бежим, но если уже прибежали к ИТОПСу, да, то... Самое... Давай потом, потом, вот и большая тема. Большая тема, окей. Ну, видишь, Максим хочет сегодня прыгать. А я говорю, давайте пойдем постепенно. Давайте сверху пойдем. Да. Давай, Максим, покажи, что там. Давайте только, ну, сначала, я не знаю, вы открывали сам ПДФ, да? Там есть просто прикольные штуки, как темы вообще выхода этого радара, да? То есть там есть четыре топика, четыре основных темы, которые, в принципе, присутствуют, да? Я думаю, может, есть смысл их тоже озвучить. Ну, может, они достаточно интересные. Давай, 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 давай. Вот, ну, то есть в качестве темы, ну, в первую очередь, они выделяют такую штуку, как развитие так называемых платформенных команд, которые позволяют бизнесу развиваться быстрее, да? То есть о чем речь? Больше и больше компаний сегодня строят для себя платформы для своих продуктов, да? То есть это может быть что-то основанное на Kubernetes, это может сингл, мультиклауд, то есть везде по-разному. И как раз-таки об этом, собственно, и разговор, потому что больше и больше компаний начинают внедрять Cloud Native, начинают внедрять, в принципе, облака в свои… Везде стараются не шуршать, но не получается. Чарко, слишком чувствительные микрофоны. Вот, ну и, соответственно, все эти модные технологии, они, ну, их можно просто внедрить, а можно внедрить с умом. Как раз-таки платформенные команды позволяют это делать более умным процессом, и как раз-таки вот эти все технологии, они хорошо ложатся на компании, которые уже достаточно, как по-русски, матюр, ну, то есть зрелые для их применения. Вот, и в этом плане платформенные команды, ну, как вот, платформенная команда на русском звучит страшно, но это как бы platform teams. Они как раз-таки позволяют построить платформу, которая позволит сконцентрироваться всей практически компании на том, чтобы продукт делать, а не думать о том, куда он деплоится, куда он разворачивается и так далее. Вот, поэтому это как бы одна из больших тем конкретно данного выпуска. Ну, и там есть много вещей, много упоминается про это в техниках и в тулах. Вот, вот, как раз-таки про этот, про платформенные команды, да, все верно. Ну, они в том или ином контексте употребляются. Вот, дальше, ну, такие еще три мелких темы, она, ну, скорее про adoption best practices, да, то есть все мы сегодня хотим строить CICD, и как бы мы не можем без артефакторий, мы не можем без каких-то тестов, мы не можем без безопасности, и это тоже такая достаточно большой... Ну, как бы можем-то, в принципе. Ну, можем, но не рекомендуется, да, и очень много вещей построено вокруг этого, да, то есть best practices и инструменты, которые позволяют их реализовать. Вот, дальше там идут такие очень сложные слова. Я даже не знаю, как их на русском перевести, честно, потому что это очень сложно. У нас, наверное, большая часть аудитории по-английски тоже понимает. Да, то есть так называемый раздел, я даже не знаю, как это на английском прочитать. Потому что не будет. Инструмент или техника сложна для реализации, нам сложно истимировать, нам сложно реализовывать, и как раз-таки это очень, ну, такой момент про архитектуру, про анализ и про взвешивание плюсов и минусов, которые мы, в принципе, можем внедрять. Это тоже такая больше архитектурная вопрос. И этому там прям в техниках и прописано про систем дизайн, и чуть-чуть сегодня буду там тоже про это рассказывать. В общем, как бы систем дизайн уже давно, но прям там отдельной жирной точкой. Про систем дизайн или про дизайн систем? Тут они пишут, сейчас подожди, чтобы не соврать, но вообще это называется дизайн систем, но чаще всего... Другое немножко. Я бы так с тобой бы не согласился, потому что это, по сути, все равно относится к систем дизайн интервью, так называемым, да, есть там кучу книжек, видосов, тренингов и прочее, как проходить. И по факту это все вот в эту штуку уходит. Про кейлинг, про сети и прочее, прочее, прочее. Ну, как бы давайте, наверное, уже когда дойдем до этого, будем говорить. Ну, да, последняя тема, она тоже пересекается с предыдущей, да, об усложнении, и она как раз-таки про то, что нам надо все больше и больше разделять и разделять архитектуру, да, то есть нельзя пытаться сразу все спланировать, надо максимально все элементы прорабатывать отдельно. Ну, тем самым мы можем, ну, и, в общем-то, смотреть на это тоже с высокого уровня. Про микросервисы? Нет, ну, это скорее про вот одна из техник, которая тут фигурирует, это связанная с API, там она называется очень замысловато, но когда мы, в принципе, вокруг API строим customer-oriented штуки, да, то есть когда мы... Ну, это будет один из первых пунктов, да, где мы сначала реализовываем новую версию API, потом мы ждем, пока все кастомеры смигрируют, только после этого мы разбираем старую версию. Я бы задолбался вопросом, а как мы знаем о том, что все наши кастомеры смигрировали на новую версию нашего API? Ну, мониторинг. Ну, это да. Ну, сейчас же есть standpoint, наверное. Ну, я понимаю, но, смотри, ты, как бы, я был в ситуации, когда... Месяц никто не заходил, вырубаем. Да, нет, нет, подожди, ты извините, серьезно, я был на проекте на одном, где мы отправляли систему в decommission, ну, грубо говоря, мы часть компонента выключали, и мы сидели смотрели, о, никто не пользуется, как ты говоришь, месяц. Ну, и такие, типа, все, можно вырубать. А сообщение вы не отправляли, что? Отправляли, там, пять раз отправляли, все, все мы делали по-грамотному, раз отправили, там, типа, знаешь, что, типа, мы собираемся выключать нашу систему такого-такого-то числа, потом еще, там, за месяц, потом за неделю, там, потом за пару дней отправили, выключили, все, смотрим, действительно, нету людей, никто не пользуется, выключаем. На следующий день ты думаешь, что? Прилетают. А-та-та-та-та-та-та-та-та. И обратно... В итоге все-таки пользовались люди. Да, все-таки пользовались просто вопросом, что... У вас был плохой мониторинг. Нет, люди просто не пользовались, когда мы смотрели, а когда мы вот мы выключили, почему-то они начали активно пользоваться. Ну, я думаю... Ладно, я думаю, мы можем ехать уже к основным разделам, потому что, ну, в общем-то, это четыре темы основных, да, то есть мы по ним уже более подробно пройдемся уже в отдельных подпунктах. И... Четыре основных темы — это платформенные... Техники, платформ, платформ, платформ Teams, да, потом все, что связано с архитектурой в плане декаплинга. Как это по-русски, я не знаю даже, правильно сказать. Связанности... Да-да-да-да-да-да, связанности и упрощения того, что мы делаем. Ну и второе — это, да, то есть мы должны использовать лучшие инжиниринговые практики, которые существуют, и максимально их использовать, потому что, ну, чтобы не переиспользовать, переизобретать велосипеды, да. То есть есть определенные вещи, которые уже существуют, и, в частности, вот там Infrastructure as Code было про создание своих инструментов и так далее. Homemade Infrastructure as Code. Вообще мне прям понравилось. Мы бы тогда не двигались вперед, если бы мы всегда использовали то, что есть. Да, с другой стороны, правильно. Ну, то есть все open-source инструменты рождались из-за того, что... Чего-то не хватает. Кому-то чего-то не хватает, да. Окей, давайте посмотрим на техники, которые у нас присутствуют. Вот первым идет новенькое, да, это как раз-таки про API Extend Contract. Это, если я правильно понял то, что ты, Саша, рассказывал, о том, что внедряя новый API, мы изначально как бы даем этот API новый и какое-то время ждем по контракту о том, что люди должны смигрировать на новый API. Ну, тут, я думаю, задерживаться особо не будем. Дальше что у нас? Вот Continue Delivery for Machine Learning, по-моему, это не новая штука уже. Это просто там еще раз рефреш-упоминание. Ну, тут можно зайти в History, посмотреть. Да, да. Ну, я думаю, мы не будем заходить в History, смотреть. Она, видишь, растет. С trial of adopt перешло. На Design System. Вот это то, что тоже Саша рассказывал. Мне кажется, это очень важная штука. Частенько мы забываем про это. Ну, не то, что забываем. Мне кажется, просто иногда не хватает, возможно, компетенции. И, ну, скажем так, на сегодняшний день много есть всяких книжек правильных и курсов, но которые бы я бы рекомендовал бы там Senior Plus пойти посмотреть, почитать. Там, начиная с фундаментальных понятий, вот decoupling-coupling, да, клиент-сервер-модель, network-овские протоколы, какие бывают типы сторожа, как с ними работать, latency-sureput, в чем разница и как правильно калькулировать. Availability, caching, proxy, разные типы балансировщиков, хешинг, relation, релационно-нерелационная база данных, key-value storage, какие бывают, как правильно зареплицировать и зашардировать наши базы данных, как выбирается лидер, да, лидер election, есть разные тоже подходы. Peer-to-peer network, стриминги, конфигурации нашего приложения и так далее, rate-limits, логинги и мониторинг. Я готовился, у меня тут прям целый список. Я понимаю, я читал, я думал, ты это все знаешь. Ну, если в каждую тему пойти, то... Вас не смущает фраза built on the corporate style guides of the past? А чем она должна смущать? Ну, корпоративный стиль из прошлого. И? Ну, корпоративный стиль для меня это, там, цвета, размеры кнопочек, вот это все. А не то, как ты будешь load balancer имплементить, как у тебя будет peer-to-peer настроено и все остальное. Я с тобой не согласен, потому что... ...дизайн-систем, defined collection of design patterns, company libraries and good design and engineering practices. That ensure contains digital products. А ты-то прочитал до. В смысле до. Вот, вот, вот прям написано то, что я вижу, да, давай, как бы, чтобы... Чтобы все видели, да. Самая верхняя строчка, да. Design system. Ну, и читаем. Да, ну и дальше. Ну, тут скорее про то, что... Ну, опять-таки, да. Про что ты читаешь? Покажи мне. Первое предложение. Ну, да. Style guide on the past. Ну, так style guide чего? Чего? Ну, надо будет вырезать. Обзапаст. Style guide чего? Corporate. Ну, style guide или чего? Ты как бы думаешь про style guide, мне кажется, как у e-pam, типа, есть style guide, да, использование цветов. А если скажу, что есть style guide по написанию языкового программирования? Ну, это в идеальных больших компаниях, да, где много продуктов. PEP, например, эти, приду в пример, если ты хочешь писать на питончике, да, у тебя может быть свой style guide по написанию языков, да, не знаю, там, оформление тестов, структуры. У тебя, например, на гошечке, да, один будет style guide, как ты пишешь проект под go, как ты пишешь проект под питон, тоже style guide. Ну, тут соглашусь. Не цветочечки, да, рюшечки там. Я думаю, что Satwork не про это думает. Здесь, конечно, есть какие-то части штук о том, что как мы в целом там, ну, и это тоже, я бы сказал, бы style guide с точки зрения дизайна для внешних клиентов, но здесь точно не про это. Здесь style guide больше именно про работу, ну, с, как бы, с кодовой базой, я бы так это назвал. Ну, процессионные штуки, да, то есть DevOps как раз-таки он строится на этом, потому что, ну, они ж... Но не совсем про DevOps пишут. Нет, они говорят, что они, типа, ну, сами такие молодцы в DevOps. Ну, по крайней мере, это их кредо. Satwork? Да. Не, ну, да, да. Ну, они ж кучу инструментов делают, ну, типа, этот EKS CT, да, это же их продукт, если не ошибаюсь, для развертывания. EKS-кластеров изначально был. Ну, может быть, тут я спорить не буду, не могу точно сказать. В общем, если вам интересно в целом вот эта тема систем-дизайн или дизайн-систем, ставьте лайки, пишите комментарии, мне кажется, что мы можем прям отдельную тему замутить. С дизайн-систем. Нет, я бы, что предложил бы, я бы предложил бы вот по каждой этой теме, что я озвучил, да, можно прям отдельные ролики сделать и порассказывать народу. Мне кажется, будет интересно. Если вам такое интересно, пишите в комментариях, плюсуйте. Я думаю, что мы сможем усилить потихонечку. Лично мне бы было интересно послушать конкретно, ну, там, примеры из жизни. Ну, понятно, там, прикрытая NTA, да, но, грубо говоря, на хай-левеле это было бы очень интересно. Ну, для меня, по крайней мере, если бы я был слушателем. Как Uber стал Uber? Ну, да, почему нет? Ну, это очень классные истории, и их много, что интересно. И не все о них знают, к сожалению, или к счастью. Ну, я больше говорил про то, что не то, что там прикрыто, я в целом говорил о том, что ты приходишь на интервью, тебе говорят, давай за дизайном YouTube или Instagram. И вот ты начинаешь там, сколько пользователей, чего, почему и так далее. То есть, ну, есть очень хорошие репетитории прямо, я тебе, Максим, шарил ссылочки. Да, Максим? Ну, было когда-то. Да, даже не сохранил себе, судя по всему. Сохранился в истории переписки. Видимо, Максим, это очень интересно. Для single source of truth. Да-да-да. Ну что, поехали дальше, наверное. Что у нас там следующее? Ну, Platform Sims. Platform Engineering Products Sims. Это, собственно, да, один из топиков. Ну, он тоже уже не новый. Он тоже, получается, просто зарефрешился. И если я правильно понимаю, он тоже перешел из одной категории в другую. Ну, тут единственная такая штука, которая меня лично зацепила, потому что, ну, актуально, да, там, для моих прошлых и нынешних проектов. Тут есть такой вот абзац интересный, что очень не стоит разделять Platform Teams по уровням, да, то есть условно. Одна команда отвечает за нетворкинг, одна команда отвечает, там, за EKS-кластера, третья команда отвечает за мониторинг, потому что в итоге это создает все те же проблемы, которые были традиционно, в принципе, у нас, ну, не у нас, в мире, в индустрии, да, IT, которые были 20 лет назад, когда у тебя все построено вокруг тикетов, и для того, чтобы тебе открыть там какую-то сеть, тебе надо делать тикет, который пройдет через два спринта, через команду, которая отвечает за открытие, в принципе, каких-то сетей на уровне Firewall, потому что, ну, в конечном итоге это скорее взрывает эту идею, чем ее помогает развивать, то есть Platform Engineering, это как бы скорее либо про Dedicated команду, либо даже про размазывание вот этой ответственности по командам, которые, в принципе, отвечают за продукты, и деление ответственности за результаты всей работы, потому что в этом случае это все идет в развитии, а не в, как это слово, в неразвитии, да? В деградации. Во, да, в деградации, слово я и хотел сказать. Ну, там та же самая проблема, которая получается, из которой доовс вырос, перебрасывание горячей картошки именно так, между разными командами. Ну, и они, кстати, тут делают определенные референсы, ну, ссылки, да, на то, как они предлагают это делать в каком-то идеальном мире. То есть тут даже в радаре там есть прям ссылочки, их можно открыть и перейти на конкретные статьи, которые были опубликованы или, ну, каким-то образом описывали ThoughtWorks, и то, как они это видят, или кто-то другой видит, и они это поддерживают. В общем, если кто-то узнал в описании существующую структуру у себя в компании, то нужно перейти по ссылочкам и почитать, как стоит сделать правильнее. Все причинить, да? Да, чтобы все было быстрее. Окей, погнали дальше, наверное. Service Account Retention Approach. Да, и прям, ну, лично для меня это читается, знаешь, как этот Google. Очевидное? Нет, не то, что очевидное, но просто GCP, и Google Cloud Platform, и Kubernetes, они построены вот вокруг сервис-аккаунта, да? То есть ты ничего как юзер, ну, точнее так, в Kubernetes вообще нету как юзеров. Они как бы есть, но по факту это все сервисные аккаунты. Такой очень скользкий момент, да? То есть ты все равно всегда пользуешься сервисными аккаунтами. В Google, в консоли, да, если ты что-то кому-то хочешь дать, там, не знаю, виртуальная машина хочет ходить в Storage, тебе нужно правильно сервис-аккаунт создать, этот сервис-аккаунт подцепляется к этой виртуалке, и это виртуалк сможет ходить там в Storage, да, например, именно в твой bucket, или, например, в, не знаю, в базу данных, или еще что-то, и все крутится вокруг сервисных аккаунтов. Ну, и, соответственно, еще этот IAM, он построен вокруг сервисных аккаунтов с правильными permission, да? Там, как бы, ты выдаешь минимальный набор этих permission, ну, и вся вот эта штука, вот здесь вот про 3R, 3Rs of security, это по факту у нас получается, что rotate, то есть ты можешь, как бы, поменять. Обновить. Да, обновить ключ, там, условно, сервисного аккаунта, repair и repayve. То есть ты можешь быстро, там, отозвать, поменять, заротировать, все вот это вот, и вокруг этих 3R, как бы, сама сущность сервис-аккаунтов, она, как бы, и держится. Ну, и весь Google, он вокруг этого построен. То есть, если, например, сравнивать с Ажуром, там немножко по-другому, вот Google и Kubernetes, вот этот принцип сервис-аккаунт, rotation approach, он прям применяет на все 100%. А Кважуре тоже, по-моему, сервис-принциплс, нет? Да, но он... Managed identities. Да, он чуть-чуть, он... Усложненный. Усложненный, да. То есть, если, например, ты идешь, смотришь, поработал с кубом, да, потом пойдешь в Google, ты понимаешь, что, ну, реально очень много похожего, идентичного, там, не знаю, работа с флэйблами, работа с сервис-аккаунтом, они один в один. Ты приходишь и просто применяешь уже полученные знания в облаке, условно. А в Ажур ты пойдешь, там, ну, на сервис-аденетис, ты, ну, немножко нужно мозг поломать. Оно в целом, получается, похоже, но нужно... Это же Microsoft. Надо мозг поломать. Да. Ну, тут вопрос в том, если ты в клауде, нужно ли тебе вообще озабачиваться, озабочиваться такими штуками, как rotation для сервис-аккаунтов секретов. То есть, ну, почему бы это не сделать со стороны того, кто тебе сервис предоставляет? Ну, тут скорее, наверное, говорится про, ну, клауд-сервисы, да. То есть, если мы говорим, там, про клауд-нейтив, клауд-онли и так далее, инфраструктуры, то есть, грубо говоря, у тебя секреты хранятся в клауде, у тебя пароли тоже какие-то другие хранятся в клауде. Эти сервисы работают все через сервисные аккаунты. И вот как раз-таки вокруг этого, да, ротация нужна. В остальном, да, то есть, если у тебя есть какие-то уже third-party integration, то тебе уже нужны там всякие системы типа HashiCorp Vault, чтобы у тебя, опять-таки, все это было надежно, высокодоступно, и чтобы ты это мог легко ротировать. Потому что как раз-таки Vault очень отлично с этим работает, потому что он, в принципе, каждый раз выдает тебе временные пароли, условные креденши, если это какой-то доступ к системе, то он тебе выдает временные креды, которые действительно только какое-то время. Вопрос как раз и в том, есть ли у тебя вся инфраструктура в Клауде, да, и ты используешь только сервисный аккаунт, который Клауд предоставляет. Нужно ли тебе самому строить какие-то дополнительные, я не знаю, там, скрипты, алгоритмы, пайплайны, которые будут тебе пароли для сервисных аккаунтов ротетить? Или это больше со стороны Клауда должно приходить? Ну, я думаю, что скорее тебе надо об этом помнить. И максимально, я не знаю, как в Google Клауде конкретно, но в Амазоне там есть такие вещи, как AM-роли. Ну, они обычно ассоциируются с каким-то сервисом, и сервис, грубо говоря, под видом этой роли получает временные пароли и уже с ними ходят в другие сервисы. Так вот, в них, ну, понятия ротации нету в принципе, потому что там креды временно. Вот, например, для ключа КМС, который, в принципе, выписывает себе мастер-ключ, который шифрует все данные с помощью этого ключа, там есть функция ротации периодически, потому что, ну, вещи могут утекать, да, то есть если у тебя есть какая-то вещь, которая, в принципе, статична какое-то время, то в теории, если эта вещь куда-то попадет кому-то в руки, и он об этом забудет, а потом это кто-то украдет, то в итоге с помощью этого ключа можно что-то сделать. Ну, мы сегодня, если успеем, мы об этом тоже чуть-чуть поговорим, где там что-то уплыло. Да. Ну, вот в ажурщике тоже есть много сервисов, которые используют там мастер-пароли, да, там, те же сторож-аккаунты, там, ажи-серчи и все остальное. И там есть ротейт, но он ручной, то есть тебе нужно пойти и нажать на кнопку. Почему бы не сделать функционал, там, галочка, да, выбери, через сколько у тебя пароль будет перезаписываться, да, и сохрани мне его, там, допустим, в World. У тебя есть возможность обратиться к Майкрософту сейчас. Майкрософт, если вы нас слушаете, сделайте такую галочку. Да, они тебя обязательно услышат. Окей. Ну что, я думаю, что с сервисными аккаунтами в целом, наверное, более-менее все понятно. Поехали дальше. Главное не забывать про секьюрити. Будем триал или сразу? Или что-то про триал поговорить? Тут есть просто прикольные, классные штуки. Никто не заплачает говорить? Ну, я не знаю. Может быть, мы хотим все покрыть. Классно. На триал времени не хватит. В смысле, чего? Нет, я тут себе кучу всего понаписывал. Зря выписывал. Да, я что, зря готовился, столько читал вчера. Блин, наверное, часа три, чтобы сегодня все порассказывать. Вот я потом, сейчас мы пойдем в следующее. Вот мне Ethical Explorer очень прям понравилось. Прям очень понравилось. Ну, я бы начал, наверное, с Cloud Sinboxes. Начнем с первого, да? Да. Что это такое? Оно же шестое. Да, Максим, расскажи, что это такое. Ну, это хорошая вещь для того, чтобы перестать конфигурить environment и девелоперов, которые находятся у них локально. Предоставлять им dev environment именно в клауде. Но тут есть небольшие вопросы. Во-первых, вопрос по latency. И, ну, latency еще, ладно, не самый большой вопрос. Вопрос в том, что тогда девелопер станут привязаны к клауду. И если вдруг у них что-то где-то оборвется, то тестировать они, соответственно, не смогут свой продукт. Второй вопрос. Нужно как-то кастом рассказать, что давайте мы будем наши dev environment поднимать в клауде. За это будем дополнительно платить. Но, с другой стороны, при этом у тебя получается, ну, разница между… С другой стороны, у тебя минимальная разница между парами. Да, 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 да. Ну, это, на самом деле, большой плюс. И плюс чаще всего можно даже дешевле сделать. Ну, то есть благодаря клауду ты можешь поднимать, опускать любую инфраструктуру в любом направлении, когда тебе угодно и удобно. Плюс есть различные pricing-moduli. Pricing-moduli. Какой-то узбекский язык. Простите меня за… Да, но если у девелопера есть ноутбук, на котором ты все разрабатываешь, тебе, в принципе, и не надо ничего поднимать, разворачивать и скейлить сюда-сюда. То есть у тебя эта мощность, она уже, в принципе, есть. Тебе дополнительно за нее платить не надо. Если у тебя продакшн, условно, в Амазоне, ты используешь Cloud Native технологии в качестве очереди SQS, в качестве хранилища DynamoDB, в качестве, не знаю, кэшинга Redis, а какие-то интеграции делаешь на функциях в виде лямбды, то чтобы это отладить тебе локально, тебе надо поднимать все так называемый mock-сервис. Я знаю, что на Python есть, но это все, ну, не очень репрезентативно. То есть оно не всегда показывает тот результат, который ты можешь получить в реальном мире. Плюс у тебя априори все, что пойдет в продакшн, оно уже… Но ты же можешь подключиться к всем сервисам, которые у тебя в клауде раскручены. Latency тогда еще будет хуже. Надо чем нажертвовать. Да, ну, тут такой вопрос, мне кажется… Ну, идея интересная, но вопрос в том, что не всегда получится ее внедрить. Вот у меня две причины, да, которые могут быть. Ну, я думаю, что он на самом деле, если грамотно объяснить, зачем это надо, то клаудсинбоксы они… Да, вот видите, сколько у нас багов в итоге до продакшна доезжает. Да, да. Все потому, что у нас… Нет, просто… Нет, просто… Нет, тут вопрос чаще всего звучит примерно следующим образом. Вышла какая-то фича или там собирается выходить фича, я хочу ее протестировать. Где я могу ее протестировать? На QA, окей. На QA прилетают еще другие фичи. Я не хочу других фичей. Ну, например, тестировщик. И нужно ему поднять еще один environment условно. И ты используете Cloud Sandbox, это, не знаю, там, бах, и у тебя появился еще один Sandbox. У тебя появился эта фича конкретная. Человек пошел и протестировал, сказал, да, она готова. И девелопер, как девелопер, работающий с этой фичей, может сказать, да, я закончил ее. Пришел тестировщик, сделал такой, типа, претест. Да, именно этой фичи не сатегирована со всем продуктом, но как бы как она работает, ожидаемо. Протестировал, environment потушили, не знаю, бранч закрыли, поехали дальше. Смержились в мастере, посмотрели там на интеграционном environment типа QA, да, это там, staging. И там тоже проверили. Тут вопрос в том, что насколько у тебя хорошо готова автоматизация к этому. И про это ко всем мы будем еще говорить в холде, в GitOps. И насколько еще девелопер, если что-то пошло не так, сможет зайти и продобажить? Ну, тут единственный вопрос, который у меня стоит, это реально деньги и латенси. Даже не то, что деньги... А потом еще девелопер захочет разобраться, как это все работает, а потом уберут систем с инженера позиции, потому что девелоперы все будут делать. Ну, правильно, потому что есть полуми, который должен сам девелопер делать, и вообще останется только одна профессия, будет называться software engineer и все. Нет, software engineer. Системные инженеры должны уметь писать код. В этом уже как бы никто не сомневается, я думаю, в современном мире. Если, ну, кто-то не будет хотеть этого делать, то... Да, но я про обратное говорю, что сейчас software engineer будут заходить на территорию. Infrastructure engineer. Ну, так это общая территория. Это вот, да, тут нет понятия, там, территория твоя, моя. Мне кажется, о том, что готов ли, там, software developer это делать. Ну, если да, то здорово. Окей, поехали дальше. У нас следующая тема. Какая она следующая тема? Что возьмем? Мелкость, сделать крупнее? Могу сделать крупнее. Да нет, нормально. Ну, на экране. Нет, нормально. Я Distroless докер-имиджи пропустил, потому что мы про них говорили еще в предыдущем, и это как бы не новое. Она, по-моему, здесь поднялась. Можешь подвести, посмотреть, что там восьмерочка? А вообще ничего не изменилось, просто еще раз вспоминают про нее. Все также осталось в материале. Кто-нибудь использовал имиджи? У меня они пока не было. Ну, мне вот, кстати, понравилось, что они тут такой комментарий интересный оставили, что, к сожалению, сегодня, да, мы прям заверчены на Google, потому что это сейчас единственный практический мейнтейнер, кто выпускает Distroless Image для разных языков. И, ну, было бы очень круто для комьюнити, если бы кто-то еще тоже вписался в эту штуку. Потому что, ну, концепция крутая, концепция правильная, но она прям, на мой взгляд, требует очень высокого уровня развития, в принципе, вот этих всех инфраструктурных штук, платформ и микросервисной архитектуры с контейнерами. Потому что, ну, я все чаще и чаще слышу вопрос, типа, давай там провалимся по экзекам в контейнер и посмотрим, что там не так. А в этом случае так не получится. То есть тут... Ну, подкинешь туда shell внутрь контейнера. Бузи боксом, да. Ну, не знаю. Я лично считаю, что за этим определенно будущее, но многие к этому не готовы. Ну, мое личное мнение. Будущая точка со стороны безопасности? Это больше матчурити. Ну, да, я об этом и говорю. Как раз ты сидишь и думаешь, блин, что бы мне еще поделать? Потому что все уже поделано такое. А дай-ка я Distroless Images запилю. Не, я думаю, что не так это стоит вопрос. Я, кстати, все попробовал. Попробуй? Да, у меня был докер-файлик, который использовал майкрософтовские, дутнетовские приготовленные образы. И я поменял его на Distroless, дутнетовские. В итоге первый, который на майкрософте, он 223 мегабайта, по-моему, занимал, а этот 170. Ну, не такая большая разница. Я думал, ну, мое ожидание от Distroless, что они там мегабайты, там, 3, 4, 5. Ты в процентах меряй. Ну, 220 и 170 мегабайт в процентах будет незначительно. Ну, 30 процентов. Если у тебя имиджи будут весить по 3 гигабайта, то, наверное, там будет по существенной. Ну, может быть, может быть, может быть. Тут же скорее не просто. Пауэршелл можно запустить. Пауэршелл ты не запустишь. Тут две темы. Security и size. Ну, не size, скорее зависимость. Да, вот у нас будет тоже интересная тема на DevOps Minsk буквально на днях, да? 5 мая. 5 мая. Где будет как раз таки рассказано про определенные моменты, связанные как раз таки с зависимостями в образах и так далее. Ну, и, по-моему, в Radar там чуть позже еще будет про это сказано тоже. Окей, не собирались обсуждать, поехали дальше. Да. Следующая тема у нас это девятая тема. Максим. Номер 9. Расскажешь? Расскажешь? Не, не расскажи, я ее поскипанул. Скипанул. Саша? Я тоже пытался, честно, вчитаться, но это было поздно, и я понял, что я ничего не понял. Ну, судя по всему, это какой-то фреймворк, который позволяет наладить коммуникацию в команде. Но я его не смотрел. Ну, может быть, я и не прав. Чуть-чуть не так. Короче, ребятки собрали правильные вопросы для того, чтобы построить у себя продуктовые команды. И там вопросы больше относятся к продуктованеру, либо CTO, SEO, ну, то есть на такого уровня. Например, когда ты смотришь на уровень всей организации и задаешь, как бы, тебе, ты читаешь этот фреймворк, сложно назвать фреймворком, я бы назвал бы такие правильные вопросы заготовленные. Ты их читаешь и понимаешь, да, у меня это есть, да, у меня, например, это работает, да, у меня этого нету, и вот, типа, скоуп, например, ты формируешь из этого скоуп, задача, который тебе нужно было делать, там, в какой-то промежуток времени. Я для себя пометил о том, что... Я пошуршу немного. Пошуршу немного. Ты можешь, кстати, себя мьютать, у тебя не так далеко от тебя микрофоны. У меня на нематомка лежит. А, я понял, окей. Надо, короче, что-то будет еще думать, наверное, с удобностью, чтобы это все было делать. А, что я хотел сказать. В общем, штука классная, классная для тех, кто открывает стартапы, для тех, кто делает продукты. И если вы один из этих людей, то, наверное, это будет вещь здоровская. Опять же, уровень матчурити тут достаточно высокий. И тех же вопросов, которые они там расписали, я даже скачал эти все PDF-ки. Немножко полистал, не скажу, что я там все-все читал, но так вот по диагонали, но мне в целом весьма понравилось. То есть, если открывать свой, там, условно, стартап завтра, то вот эта штука, ну, не то, что там number one, который нужно открывать, смотреть, считать, но будет весьма-весьма полезно, как по мне. Окей, я думаю… А в чем полезно? Поможет тебе сформировать скоп, что в твоем продукте не хватает. И с точки зрения безопасности, и с точки зрения, там, той же команды, и с точки зрения, там, мачурить твоего продукта и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, оно такое, знаешь, оно задает тебе правильные вопросы, отвечая на которые ты понимаешь, насколько твой продукт готов. Помогает увидеть тебе риски. Ну, вот, например, вот я сейчас что-то открыл, так, как, нет, наверное, не очень, там, алгеметрические биосы, да, которые они здесь расписывают. Насколько сложно у тебя, там, построить, сложность твоего самого продукта, да, как ты мониторишь, что продукт, алгоритм продукта приносит бенефиты. А как оценить сложность продукта? Ну, это уже другой вопрос, тебе накидывает вопрос, да, а ты должен уметь на него ответить, то есть, вся эта штука, да, то есть, к сожалению… Я думал, она варианты ответов предлагает, и потом… Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, к сожалению, я не могу вывести на экран то, что я вижу, да, ну, тут, типа, для тебя, да. Могут тебе проводок. Да ладно. Что мы видим, да, мы видим здесь просто вопросы, которые… Люди подготовили просто, грубо говоря, список вопросов, по которым ты проходишься и понимаешь, например, какие у тебя могут быть риски, то есть, вот, вот эта вся книжка, да, то есть, вот, что мы здесь видим, здесь, например, addiction, да, наша бизнес-модель, он engaged, engagement, да, нет, мы сами для себя отвечаем, то есть, это список вопросов, которые хорошо тебе, как продуктов на руках, человеку, который запускает бизнес, ну, это просто как IT-продукт какой-то, позволяет себе определиться, ты все правильно делаешь, или там, условно, что-то ты где-то упустил, забыл и так далее. Ну, если вы в стартапе, то, наверное, крайне рекомендую. Саша, раскрою тебе маленькую тайну, можно зайти в настройки, дисплей поставить вечно, чтобы у тебя дисплей не тух. Sorry за автопчик, я просто вижу, как Саша постоянно в свой iPad нажимает, а у него, постоянно он тухнет, а у меня это просто, ну, как это, оно… Тебя это бесит. Не то, что бетит, оно просто мигает там вверх-вниз, и я что-то как-то немножко переживаю. Да, переживаю. Спасибо. Sorry. Погнали дальше. Следующая тема, которую я покрыл, это lightweight approach to RFC. Если что-то хотим еще, кроме этого, обсудить, то давайте. Ну, там только hypothesis-driven legacy renovation. Это, в принципе, наши каждодневные проекты, чаще всего, да? Ну, тут… Ну, может быть, да, может быть, нет. Не, ну, тут очень интересно, да, то есть это говорят о том, что всегда как делается. Вот у вас есть система, вам надо с ней разобраться и что-то с ней сделать. Вот вы заходите, начинаете изучать систему, в итоге это заканчивает тем, что вы сгенерировали тонну задач, тикетов, тасков в какой-то тикетной системе, и они там и останутся. Поехали дальше. Легковесный. Lightweight approach to RFC. Максим, что такое RFC? Это хороший вопрос. Request for comments. Ну, как именно расшифровывается, я никогда не запоминал. Ну, для меня RFC — это какой-то набор стандартов, как и наши ГОСТы, по которым что-то задизайнено, что-то изготовлено. Это не тот же RFC, да, который публичный, международный, кажется, это немножко разный. Это разные вещи. Это другой RFC. Опачки. Следующая выключилась. Следующая камера выключилась. Так. На чем остановились? Становились на том, что ты хотел рассказать, что такое RFC. Я не хотел рассказать, что такое RFC. Я хотел, чтобы ты рассказал, что такое RFC. Я не рассказал. Ну, отлично. Что такое RFC — это что-то другое, чем то, о чем подумал я. Да, Саша, скорее всего, подумал про RFC, RFC, которые расписывают взаимодействие протоколов, например, еще что-то. Нет, я не подумал. То есть я говорю, что это просто разные RFC. Да, да, да. Тут написано, что это request of comments, да, то есть это, грубо говоря, запрос вообще деталей по какому-то моменту. Ну, нет, ну, если, наверное, смотреть в Википедию, да, то request for comments, оно так и есть. RFC, public from the internet associated and associate bodies, бла-бла-бла. Ну, то, что-то расписывают всякие протоколы, стандарты и так далее. И когда ты берешь, например, какой-то свой продукт, то, как я понимаю, ребята предлагают использовать все-таки документацию в стиле RFC. Ну, более облегченно, типа lightweight approach to RFC, чтобы не писать, как прямо там в целом полном, полноценном RFC. Это все происходит, а более, ты скажем так, мягко. Так сказать, что документацию к своему продукту или что? Да, 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 документацию. И взаимодействие между, например, там, твоим продуктом, ну, например, сервисы, да, сервисы взаимодействуют с друг другом. Соответственно, эти сервисы, они могут как-то, ну, имеют свою документацию. Вот, чтобы расписать эту документацию, ты используешь RFC-подход. То, как RFC в целом строится. Не знаю, открываем RFC по работе DNS, да. Ну, читаем, смотрим, и мы делаем аналогичным образом для наших продуктов. Ну, то есть, примерно так. В чем профит будет? Стандартизация документации. Ну, все. Ну, как бы, понимаешь, чаще всего вся боль, она заключается в том, что нет документации. Ну, хорошо, если стандартизация документации, да, тут написано Lightweight Approach. То есть, как тебе понять, в чем будет Lightweight заключаться? То есть, делай, как в RFC, но чуть-чуть полегче, чем в RFC. Да, просто ты откроешь любой RFC, то ты увидишь, что там, ну, такой объемный документ, прям объемный, он описывающий буквально все там до самых мелочей. И если, например, ты говоришь, что ты знаешь, как работает DNS, то мы открываем RFC и начинаем идти по тем RFC. Спрашивает тебя, да? Да, да. Не, ну, как бы она так и есть, да, или там, ты говоришь, что знаешь, как работает, не знаю, DHCP, любой протокол, да, открываем RFC и начинаем погружаться вглубь. Это вот и есть вот это понимание RFC. Просто в классических RFC там слишком много всего расписано. Я бы сказал, бы прям, ну, достаточно объемный материал. И если ты, например, погружаешься, не знаю, там, совсем в глубину, то ты идешь в RFC-четность. В случае, если ты это делаешь между своими продуктами, то здесь логично сделать Lightweight такой упрощенный и так далее. Ну, в этом как бы вся соль. Ну, в общем, рекомендацию они дают, но конкретно какие-то детали по имплементации, это уже наводку. Потому что это техники. Да, это же техники. Это же не то, что прям. Там, на самом деле, дальше будет еще интереснее. Там есть техники, которые прям ты читаешь. Поехали дальше, что я. Ну, поехали. Сейчас будет интереснее. Да. Мотай. Мотай. Мотай на ус. ML. Я думаю, пропускаем. Спай инжекшн, не сильно наша тема. Team Cognitive Load. Загрузка когнитивная команда. Ну, на самом деле, я почитал, смотрел и… Прошел тест. Да. Вот фишка-то в чем? В том, что наконец-то появился механизм, который позволяет определять состояние типа команды. Померить ее взаимодействие, эффективность и так далее. И вот они предлагают пройти ассессмент, который позволит вам определить… Да, ты сейчас хочешь открыть ассессмент и запускать. Ну, что, неплохо, неплохо. Можно попробовать. Неплохо ассессмента где? Ссылка на него. У нас снизится Google Forms. Team Community Float Ассессмент. Это экземпл. Это как бы не то, что прям. Ты берешь и применяешь. Да, но в целом много текста. Не люблю как-то много текста. Ну, текста много, но насколько это будет репрезентативно в итоге? Я думаю, что… Надо верить с отворксом. Нет, смотри, я думаю, идея в том, что у тебя появился некий механизм, который позволяет определить как interaction с Team-ой, как одну из переменных. И этот тест, он тебе позволяет определить вот это значение этой перемены. На этом в целом и все. То есть, раньше этого не было. Сотворк это увидел, нашел, да, скажем так, появился такой механизм. Поэтому они рекомендуют, типа, вот смотрите, есть такая штука. Я думаю, что, опять же, да, если вы ответственны за всю команду, за множество команд, у вас большой продукт, вы выполняете роль архитектора, эта штука потенциально может быть очень полезной. В противном случае, наверное, для инженера, классического инженера, здесь это вещь такая. Не очень. Я поехал бы дальше в следующую тему. Это deployment drift, радиатор. И это... Намного далеко, да? Почему? Нет, ну там есть прикольная тема про децентрализованную identity. Вот тоже такая security. А, по-моему, она уже была и осталась в том же месте. Ну, я понял. Поэтому я ее сейчас наскипанул. Думаю, что... Опять же, по-моему, мы ее обсуждали на доме, я в Сминске, когда было. И мне просто показалось еще раз к ней возвращаться. Нет, все верно. Я просто уточню. Deployment drift, радиатор. Да, вот эта штука. Очень прикольная. Мне она понравилась. Опять же, да, классная техника. Непонятно, как делать вообще слово совсем. В чем смысл, Максим? Почему радиатор? Ну, представляете себе, радиатор, да? Вот он такой, как, не знаю... Синусоида? Ну, не синусоида. Ну, да, синусоида, она такая более смешанная. Но, как я понял, почему именно радиатор выбрали? Потому что, грубо говоря, конец этого у тебя production. А там, где начало, у тебя вход, это типа твой предыдущий. И вверх и вниз, да. Да, и вот в зависимости от того, как вода течет, да, то, что в конце может не составляться тем, что в начале. Ну, оно на самом деле очень круто. У нас, ну, на моей практике на одном из проектах, где я работал, было, соответственно, реализовано что-то похожее. Но оно как бы простое, как палка, да. То есть, у тебя есть графа на дашборд. Для тебя есть визуализированные версии, которые задеплены в разные окружения. То есть, то, о чем тут говорится. То есть, тебе надо визуализировать хотя бы версии, чтобы где-то это видеть, да. То есть, тут нету каких-то сложных механизмов. Наверное, сложнее всего в данном случае сделать, понять, зачем и пользоваться. То есть, вот именно три составляющие, которые тебе помогут, в принципе, выстроить правильный процесс вокруг этого. Что у тебя не будет такого. Вот у меня на моем текущем проекте, например, такого нету, и это очень большая боль. Ну, то есть, реально боль понять, где какая версия, учитывая, что там микросервис, учитывая, что сервисов много. Это прямо очень большая проблема. Но у многих версионирования-то нет. Нет, ну, уже сегодня, мне кажется, версионирование есть у многих. Ну, в общем, это, этот пункт конкретно про отображение, как Саша сказал, какие версии у вас на каком environment задеплоены. Ну, это только про приложения. В идеале у тебя все зависимости hard и soft тоже должны прорисованы. То есть, например, одна из таких hard-зависимостей, ну, все-таки это, наверное, там, либо базовый образ, либо же, в принципе, система, на которой у тебя задеплоен данный продукт, потому что оно, как бы, многие говорят, а, все равно, как бы, шестой или восьмой синтос мы задеплоим, все будет работать. На самом деле, не все всегда так радужно и, так сказать, без проблем проходит. Поэтому это тоже важно отслеживать и выравнивать, да, вот то, о чем мы говорили с клаунс-эндбоксами, да, то есть, продакшн должен быть, точнее, все окружения должны быть приближены к продакшнам. Продакшн максимально к девелоперам должен быть приближен. Да, да, да. Ну, и my servers. Ну, на самом деле, самый первый вопрос, когда ты приходишь к какому-то заказчику, который говорит, что у меня болит, ты у него спрашиваешь, а вы знаете, какая у вас версия, где задеплоена? И там, в девяти случаях из десяти говорят, что нет, у нас это не реализовано. Спросите Юру. Юра знает, где тебя что задеплоено. Юра знает все, да. Ну, условно, Юра, я не так. Юра может сказать, я знаю, где посмотреть. Заходишь в PSH на 200 серверов, запускаешь вот этот однострочный скрипт, который анализирует всю систему, и он ценно выдает CSV файл, который ты можешь отправить по почте своему заказчику на 200 листов. Ну, я думаю, что в целом, как бы, если брать, засуммировать, да, подход примерно звучит следующим образом, потому что делайте какую-то визуализацию, делайте дашборды, графаны, еще что-то, чтобы понимать, а как же ваши environment отличаются. Какие версии где стоят? Выстраивайте deployment drift, радиатор, для того, чтобы, скажем так, более четко и быстро понимать о том, что происходит, где что установлено. Больше визуализации во всем. Я считаю, в этом есть большие плюсы. Окей, поехали дальше. Я почему-то 21 пункт прочитал неправильно. Прочитал hotwire. А, hotwire? Hotwire. Интересно был бы пункт. Hotwire. Ну, как бы, HTML overwire, я думаю, что это как бы не сильно наша тема. Я бы пошел бы дальше. Давайте мы включим, чтобы вы могли видеть, на что мы сейчас смотрим. Open application model? То, о чем мы тоже говорили. Мы уже об этом говорили, да. Я предлагаю дальше двигаться. Здесь вот есть тема remote mob programming. Я тоже скипанул. Ну, в целом, наверное, о том, что можно программировать с мобильника. То, что мы живем в мире, когда ты там близко к офису не можешь приближаться, бла-бла-бла, вот это все. И взаимодействие там отовсюду, коллаборация очень важна, как составляющая часть того, что ты делаешь, да. И там в конце book physical meeting room, of fine whiteboard, то есть все нужно перенести в метод взаимодействия на удаленный. И мне кажется, это очень важно, да. Я, например, сейчас очень сильно там подсаживаюсь относительно на инструменты, которые позволяют там рисовать условно на iPad'ике быстро, да. Человек видит, что ты рисуешь мира, конкретный продукт, по-моему, сутворк как-то его тоже подсвечивали, потому что использовать этот инструмент намного проще идет взаимодействие. То есть все видят одну картинку, все понимают, о чем мы говорим и так далее. Но при этом... Есть же доски, встроенные в эти самые... В чатике в Teams есть доска, где можно там совместные стикеры накидывать. Мышкой рисовать сложно. Да, мышкой рисовать сложно, в этом есть небольшая проблема. Но даже когда... Окей, там даже можно убрать мышку, не мышку, даже если кто-то пошарит экран и просто будет показывать, что происходит, это уже намного эффективнее, чем просто обсуждать некую абстракцию и пытаться только на одних словах, ну, скажем так, объяснить нечто. То есть даже когда сейчас мы звучим в подкастовом варианте, кто-то нас слушает, едя в машине, наверное, будет немножко сложнее понимать о том, что мы говорим. Есть люди, которые смотрят нас на YouTube, видят там сейчас у нас пошарен экран, что мы смотрим на 25-й пункт Remote Mop Programming, то, что говорю я, кто это такой и так далее. Это намного эффективнее, мне кажется, с точки зрения подачи материала. Вот ради этого мы, ребята, перешли на видеоформацию только для вас. Визуализация. Опять же, да, визуализация. Визуализация того, о чем мы говорим и как мы говорим. Окей, поехали, наверное, дальше на хайповую тему GitOps. Хайповая она была, но не по мнению Satworks, да? Но тут нужно читать в деталях, и мне кажется, как говорит Дьявол, кроется в деталях. Идея-то... В чем, Саша? В чем идея? Ну, мое чистое мнение вообще по жизни, да, я не люблю пулл-модель в таком контексте, да, вот именно то, что вот эти модные инструменты типа там Flux, Argo и так далее, потому что, ну, это сложно контролировать, когда у тебя все остальное не готово к этому, да? То есть оно круто работает, когда у тебя все протестировано, когда у тебя везде все одинаково, когда у тебя все правильные процессы построены вокруг этого, и тогда пулл-модель круто, модно, молодежно. Но когда у тебя банально код-ревью не выстроен, ну, то есть это просто тупо опасно. И вот об этом как раз таки говорится, да? То есть тут упоминается такой один из, на мой взгляд, самых плохих вариантов GitFlow, когда у тебя branch peer environment, где у тебя, соответственно, ну, 6 environment, 6 веток, и ты, короче, одного или двух человек, которые просто 24 на 7 черепикают из ветки в ветку, и эти люди, ну, потом очень быстро выгорают. Ну, и проблема какая? Drift Detection, о, Drift Detection, просто configuration drift, как с точки зрения инфраструктуры, так с точки зрения приложения, который может быть фатален в конечном счете. И из-за этого очень сложно отлавливать баги, очень сложно их, в принципе, замечать, и, как правило, это приводит к очень негативным последствиям. и плюс, как бы, такой достаточно важный момент, они упомянули, что как раз-таки вот отсутствие процессов, это вот для тех, если у вас плохо выстроены процессы, условно вернувшись там на два пункта назад, вы откроете этот question list и ответьте на все, вы получите плохой результат, но это говорит о том, что у вас процессы не очень хорошо выстроены, и все-таки надо GitOps пока отложить, выстроить процессы и поехать этим путем. Но, как правило, GitOps внедряют там, где, о, вы знаете, это круто, давайте внедрим. Не думая о том, какие есть перереквизиты, потому что их толком, ну, нигде не описано, да, то есть нету там на флюксе первым пунктом выстроите процессы в команде, а потом только скачиваете бинарник или докер образ и запускаете его в кубернете. Ну, мне кажется, здесь как и с в целом, ну, ты как бы говоришь правильно, но они его подкинули в hold, с учетом того, что нужно быть у тебя бранчинг стратегии некорректно построен. Если у тебя есть long-life branching, branching в GitFlow, то GitOps, наверное, будет не самый правильный вариант. Сначала настрой свой GitFlow. Я думаю, что GitOps не сильно подходит для GitFlow вообще. Если у тебя trunk-based модель, то это более будет корректно. И тут, наверное, когда ты запускаешь там GitOps, ты сначала должен выстроить, понять о том, подходит ли GitOps после твоей branching стратегии, которая сейчас применена, потому что от проекта к проекту они очень все похожи. Там, GitHub, Flow, GitFlow, который здесь расписан, он на самом деле очень сложный. Я еще, наверное, ни разу не видел корректно выстроенного GitFlow, а для него GitOps точно работать не будет, потому что у тебя там могут быть реально тетилон-клайв-бранчи. И тут вопрос о том, что GitOps у деплоис, в каком бранче находится. Нужно с каждого фича бранча деплоис, так классно конечно подойдут клаус инбокса, да и мы можем там бах-бах-бах, она все полетела. Да, это все здорово. Но я бы сказал, что идеально подходит GitOps когда у тебя есть странг-бейс модель. А у тебя есть одно место, в котором ты деплоишь. А вот у тебя в транке, например, так называем, у тебя, не знаю, вот отсюда все выливать. Ты зафигачивался сразу, пошло все. То есть каждый твой коммит впоследствии приносит изменения в январе. И это место, оно как бы не 30 бранчей, да, там не знаю, релиз, стейджинг, при продакшн, продакшн, да, мы с тобой даже обсуждали, как в GitFlow сделать один пакет, если ты мерчишь код с ветки в ветку. Ну, по факту никак, потому что ты можешь, не знаю, в GitFlow собрать в ветке типа девелоп, и потом ты сделаешь мерч в ветку релиз или в мастер даже, но нет гарантии того, что пакет будет такой же, что ты все с мерч. Ну, не, ну, как бы можно делать оверайды, мерч оверайд, да, у тебя будет 100% гарантия того, что ты делаешь вот, 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 совсем жесткий оверайд, пофигу на мерчей, ну, то есть, как есть, SS, тогда, ну, потенциально можно, то есть, GitOps не нужно бежать, внедрять везде, там, условно, где, вам кажется, что нужно его внедрять, опять же, все нужно обдуманно понимать, в том, действительно ли подходит эта система для вас, и, может быть, стоит от нее отказаться, ну, точнее, не так спешите для ее внедрения. Вы имеете в виду именно, когда ты имплементируешь инфраструкт CS-код или вообще в целом для всего? Я бы сказал, да, продуктов. Не, я думаю, здесь все, ну, все, 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 то есть, когда мы говорим про GitOps, подразумевается в том, что у тебя Git, это твой источник правды, в нем есть все, то есть, чем, например, облака замечательные, и там, вся инфраструктура текущая, там, в том же Kubernetes и проще о том, что раньше, когда мы говорили, что такое продукт? Продукт, это вот код, который мы написали, да, это вот то, что вот девелоперы сгенерировали кодовую базу, это всего лишь текст, но чтобы он заработал, тебе нужно подготовить сам environment, и Kubernetes, облака, и вот эта автоматизация вокруг всего позволила вот этот вот пакетик, да, в том числе мониторинг, все, практически все сейчас описать в коде, у тебя появляется действительно пэккедж, и этот GitOps, он тебе позволяет, условно, ты закоммитал, не знаю, там, изменил deployment в Kubernetes, поменял конфигурацию своей инфраструктуры, или ты новую фичу закоммитал, ты жмешь кнопку, ну, какую кнопку, Git commit push, да, и у тебя как бы по итогу GitOps превращает это все, ну, скажем так, он смотришь, что у тебя есть в ките, он делает это с из, как, чтобы оно все перенеслось в твой environment, это задача GitOps, и если у тебя есть разница, ну, например, те инструменты, которые Саша перечислял, Argo и Flux, они более нативны именно для Kubernetes, и если мы говорим про Kubernetes, ну, то... Так, давайте пока не будем говорить про Kubernetes, поехали дальше, следующая тема у нас, как я вижу, это... Layered Platform 7, ну, это мы уже обсуждали, да, это то, что лучше не лезть. Не разбивать команды платформенные по слоям, чтобы не скатиться в ticket-based model, да. Ну, это то, о чем я, в принципе, чуть-чуть сказал раньше, да, это прям беда-беда-беда. Ну, я бы тут... У нас с одного заказчика такая штука была, когда у него все было... Мало того, что разбросано внутри его инфраструктуры, так еще часть из этих тимов на уровнях, она была выдана на аутсорс, то есть там еще большая задержка была между тем, как ты создал реквест, а тем, как проблема решилась. Ну, это прям... боль. Потихоньку эволюционируем. Да. Потихоньку. Да. Что, наивные пароли? Complexity Requirements. В чем смысл, кто расскажет? Ну, я могу рассказать, я готовился. В общем, в чем посыл? Ребята говорят о том, что нет смысла заставлять юдеров придумать очень сложные пароли, в этом нет никакой эффективности. Вся эффективность паролей заключается в их длине. То есть, если вы юзерам говорите о том, что у вас должно быть upper, lower, цифрыки, спецсимволы и прочее, прочее... Не всегда в длине будет. Если у тебя будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и у тебя будет... Смотри, исходя из рекомендаций компании NIST, как я понимаю, это некая какая-то большая компания, они говорят о том, что primary factor вот именно в, скажем так, сложности пароля, его... Скорость взлома твоего пароля по брутфорту будет влиять непосредственно длина. Ну вот я тебе привожу пример, что если у тебя будет 8 символов, допустим, да, и у тебя будет цифра... Я не сговорил до 64. До 64. Включая пробелы. Да. Что в современных системах, в принципе, возможно. Я иногда поражаюсь, когда... если 64 не поставишь, чтобы он возил. Ну, смотри, как бы... Я, например, очень сильно нервничаю, когда захожу на какой-нибудь сайт, пытаюсь зарегистрироваться, и мне говорят, длина пароля 24 у нас не разрешена. А я, как бы, пользуюсь паспорт-менеджером, в котором всегда поставил себе 24 там маленькие, большие, ну, такие комплексисти, да, и я... Ну, я не помню своих паролей вообще, я помню только пару паролей. И вот это проблема в том числе. Он сам генерит? Да, конечно. Проблема в чем? Ну, говорят, что люди не запоминают, они записывают, это как бы тоже один из моментов, почему стоит все-таки, ну, как-то не так форсить эти все вещи. Ну, у тебя для каких-то критичных систем, да, то есть если когда-то давно там для каких-то систем я все еще пароли придумывал, варьировал, то в какой-то момент я плюнул и просто, да, начал паспорт-дженерейтер использовать и хранить их, потому что я не помню, ну, типа, я помню один пароль в паспорт-дженерейтер, и все. Но главное, чтобы ты его не забыл. Да. Бэкапная копия есть? Да. Не, ну, паспорт, если ты забываешь паспорт-дженерейтер или там в своем паспорт-менеджере, то, ну, это реально действительно большая проблема, беда. Мне кажется, это, ну, стандартная тема, то есть всегда у тебя есть мастер-кей, а ты, как бы, так или иначе с ним идешь и используешь его. Ну, я соглашусь, конечно, что чем длиннее пароль, тем он будет безопаснее, но от того, что в нем используется, это тоже есть зависимость, потому что BrutForce, они же используют специальные словари и самые наиболее распространенные комбинации, они выстраиваются наверх. Ну, да, я не буду, нет, смотри, как бы, я с тобой не буду спорить, потому что если у тебя пароль будет составить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и там далее, да, просто цифроками или там вот так вот QRT, там UI, OP, да, вот это вот, то, ну, понятное дело, что это не так эффективно будет, но даже с учетом этого проще подобрать 4-х символный пароль, чем, не знаю, там, 24-х или там 32-х или 64-х символный пароль, правильно? То есть пока ты дойдешь по словарям банально до 64-х, у тебя, ну, как бы уже много времени может пройти с точки зрения BrutForce. Так, ну что, дальше поехали? Мы не агитируем, не используем специальные символы в пароле. Мы говорим о том, что пользователь с Password Manager, я крайне рекомендую, и если вы не помните свои пароли, то Password Manager вам поможет. Следующая тема, тут есть еще интересно, это Peer Review Equal Pull Request. Кто-нибудь разобрался, что они хотят этим сказать? Ну, я, честно говоря, скорее прочитал это и согласился со всем, но там, к сожалению, не указано, как это резолвать. Ты прямо вот прочитал, как у меня написано, критикую, но не предлагаю альтернативы. Не, 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 ну, оно правильно, то есть, на самом деле, часто встречается, что когда задача после какой-то разработки отправляется на ревью, то она, ну, типа, застрет на процессе код-ревью всегда. Я не знаю, ну, на всех проектах, где я работал, не было практически никогда, за исключением тех вещей, которые я делал для команды внутри, где мы там доверяли тестированию, условно, практически на 90%, то когда просишь ревью, да, это качество самого ревью падает, время, которое тратится на ревью, увеличивается. В принципе, значимость этого события в твоей жизни, в принципе, нивелируется. Ты перестаешь ревьюать, ты делаешь это неохотно, особенно, когда ты видишь, как некоторые специалисты выкладывают пул-реквесты там на 300 плюс изменений, да, если они даже одинаковые, эту вероятность пропустить AWS-креденшалы в этом списке очень велика, у меня было такое, так что... Был твой пул-реквест? Нет, 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 слава богу. Ты ревьювал? Я ревьювал, и я пропустил, ну, потом... И потом тебе скажут, так ты же ревьювал, ты видал? Ну, тут вопрос, да, процессионный, опять-таки. То есть, я лично считаю, что надо больше отдавать на откуп тестированию и, в принципе, доверять каким-то кодовым вещам, чисто автоматизированным тестированием, да, то есть, есть у тебя там условный Terraform-модуль, ты сделал security-тест, ты сделал code standards-check, ты сделал функциональный тест, ну, и все, это модуль, мерш, вам версию, а дальше уже кто-то, кто будет его использовать в какой-то среде, уже... Ну, тут, наверное, не только про, как сказать, Ops-часть, но тут еще и рассматривается с точки зрения разработки продукта, и там уже есть такие вещи, которые ты не померяешься, как логика, ее сложно автоматизировать, будет там рассмотр, ну, логика продукта, как у тебя выстроены модули, какие-то конструкции используешь и так далее. Ну, это статический код-анализ, обычно закрывается в 80% этих проблем, то есть, есть у тебя код-стандарт, который ты просто натягиваешь на какой-то фреймворк, и этот фреймворк проверяет соответствие коду этому код-стандарту, все. Ну, то есть, но я согласен, то есть, я не специалист в разработке, там, я не писал на Java и так далее, поэтому, возможно, ну, как бы так это не работает в мире разработки именно продуктов, но, тем не менее, ну, есть техники, да, так парное программирование, там, не знаю, экстремальное программирование, которое, в принципе, позволяет в каком-то смысле разнообразить жизнь разработчиков и как результат, в принципе, добиться вот этого ревью коллеги другим способом, то есть, когда вы пишете вдвоем один код, или когда у вас, ну, происходят какие-то другие процессионные штучки, но оно, мне кажется, должно работать лучше, то есть, нельзя выставлять одинаковые требования к разным кодовым базам, то есть, у тебя не может быть требования из двух ревьюеров для, там, одной строчки в Тераформе и для трехста строчек в Java, да, то есть, как это часто встречается, по крайней мере, в моей практике. Ну, два ревьюера, это уже неплохо, бывает один ревьюер, на него все полреквесты. В результате, как это заканчивается, ты пишешь в чатик, ребята, лайк, нитхелл, прям жизнь горит, надо закрыть, два лайка в течение секунды, мержит, а потом баг в продакшене и так далее. То есть, вот об этом вопрос, да, то есть, вообще ценность код-ревью сегодня, она стирается. Вот я как-то смотрю в какие-то гитхаб-репозитории больших там open-source продуктов, там того же Terraform, где там постоянно какие-то переписки, там постоянно какой-то процесс, там куча тестирования, там, ну, valuable код-ревью, но там и продукт, который, в принципе, если ты его пропустишь, то потом в итоге, ну, типа пострадает, ну, не знаю, там тысячи, десятки тысяч людей во всем мире потенциально. Но если он дойдет до продакшена. Да, да, ну, я об этом и говорю. Я вот про то, что ты говоришь, у меня, например, на проекте было, там какие-то очень долгоиграющие pull-requestы были, но они делали их как, только создал feature branch, практически сразу создаешь pull-request, и по мере того, как ты коммитаешь, типа ты говоришь, вот я там девелопер, посмотрите, и там по 50, по 60 комментариев к этому pull-request, плюс, причем комментарии там не такие, типа, что ты делаешь в этой строке, что ты делаешь в этой строке, а там комментарии почти на разворот, на целый. Если бы это время можно было бы с пользой направить на какое-то другое, возможно, даже было бы лучше, если бы это замерзли, нашли баг, его пофиксили, это было бы намного быстрее, чем... я просто думаю о том, что когда мы пишем такие большие развернутые pull-request комментарии, то, наверное, имеет смысл человеку, который пишет этот pull-request позвонить. Да, реально. Ну, потому что по-другому это получается, ты тратишь свое время на том, чтобы написать комментарий к этому pull-requestу, оно занимает достаточно много времени, в этой ситуации проще как бы просто созвониться и сказать, так, смотри, я тут смотрю твой код, я там, например, не понимаю, что ты делаешь здесь, зачем ты это делаешь, и ты можешь услышать какие-то свои комментарии, в ответ сразу комментарии. Что за какашку ты написал? Есть другое, типа, я не понимаю, что здесь происходит, все окей. Мне очень нравится этот ролик, там, где как происходит ревью в больших компаниях, да, там такое, типа, хлоп-хлоп-хлоп, тесты не проходят. Блин, тесты не проходят. Так, комментируем тесты, чик, запускаем, о, все проходит, отправляется сеньору, сеньор такой смотрит, так, тесты все прошли, я не понимаю, что здесь происходит. Абруф. Ну, на самом деле, тема больная, мне кажется, опять же, зависит от матчурити. Но фаулер всегда топил, что pull request это самый большой боттлнек для автоматизации. Ну, смотри, как бы через pull request и код ревью, который происходит, потенциально увеличивается, как бы, матчурити твоей команды в том числе. То есть, ты взрослеешь с точки зрения, как ты пишешь этот код, да? То есть, если ты будешь совершать постоянно какие-то одни и те же ошибки, то без код ревью и вот таких вот, ну, словно тыканий о том, что смотри, чувак, так писать не очень корректно. У тебя может автоматизированная система проверять твой pull request, и если все прошло, то мержит, если не прошло, то... автоматизированная система тебе сможет что? Style Guide проверить, да? Она сможет CodeSmells, так называемый, посмотреть, ну, пропускать через сонар, да, я буду, спорить здесь не буду, но я не думаю о том, что какая-либо автоматизация сможет тебе просмотреть бизнес-логику в том числе, и человек, который... Ну, это про что я говорил. Мы сами себя повторяем уже по кругу. Да, да, да. Значит, тогда пошли дальше. Следующая тема, которую я здесь вижу, мне прям, она тоже немножко, прям так, я бы сказал бы, показалось горячее, это SAV, я же, типа, сертифицированный SFE, Scale Agile Framework, что-то там. Это сертифицированный фреймворк? Я специалист по этому фреймворку. Но, правда, у меня уже удается сертификация, и за это время SAV выпустился пятой версии, а я по четвертой. Очень классная штука, на самом деле, она очень полезна, когда ты работаешь в команде, где параллельно у тебя, скажем так, пять проектов идет. Ну, то есть, когда уже получается Scrum, Scrum, когда у тебя большое количество параллельно идущей разработки. А есть канбанов канбан? Нет, такого нету. Кстати, вот такой Scale Agile Framework есть несколько, вот SAV, это один из них, есть еще другие, по-моему, Nexus называется один из таких фреймворков. На самом деле, как я понимаю, опять же, да, тут очень много статализации, бюрократии и прочее, поэтому, опять же, внедрять SAV, наверное, как тоже GitOps, нужно с разумным подходом, как всегда. Как всему можно сказать, перед тем, как внедрять. слушай, да, дело хорошо будет получаться, или там, типа, капитан очевидность, делай хорошо, как бы, все будет классно, но я согласен. Если у тебя 9 человек, не надо использовать SAV. Да, 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 но я думаю там, что цель ребят из SWAT Work Radar это просто посвятить о том, что он в холд ушел. Да, SAV ушел в холд, просто, как бы, задача здесь посвятить, сказать о том, что, ребят, не внедряйте везде, где попало, там, с тем же GitOps, с тем же SAV. Если действительно и в этом есть необходимость, ну, внимательно, точно так же, как и с паролями, да, Naive Password Complex Requirements. Не надо везде там, типа, топить, чтобы пользователи вводили, не знаю, там, три спецсимвола, там, три uppercase, три lowercase, я не знаю, еще что-то там. Интересно, сколько пользователей теряется на этом моменте? Пытаешься зарегистрироваться, у тебя пароль не проходит. Тут вопрос не в пользователе теряется, а, например, у тебя, конечно, банковская система, ты говоришь, там, восемь символов, вот, например, да, у тебя есть восемь символов пароль, но обязательно из этих восемь символов должно быть два uppercase, два lowercase. И ты уже, ну, ты либо получаешь доступ к своим денег, это повторяет друг друга. Ты либо получаешь доступ к своим деньгам, либо не получаешь. Ну, тут пользователя не потеряешь. Но это исключение справа ну я такое видел но как бы это скажем так правда жизнь и погнали дальше мы прям очень сильно сегодня когда продолжительно на этом под застряли я думаю что нам пора двигаться уже в тулы как насчет separate code and pipeline а униша два слова прям кран уже давай давайте давайте так максим давай что ты про это думаешь я вот хотелось сделать такую же штуку у меня на проекте сейчас есть как бы код продукта и есть пайплайны для jd вопса еще мне нужно будет сейчас докинуть терраформовский модуль для разворачивания труб структуры я хотел это разделить создать отдельный репозиторий для того чтобы у меня хранились скажем так опсовская часть отдельная репозиторе где мне будет лежать часть с кода продукт вот видишь говорят что не надо так делать да едем дальше на самом деле тут про то что ну я я тоже считаю что не надо делать но реальность показывает что иногда по-другому невозможно к сожалению сегодня не все умеют все или не все могут все или все не хотят все делать вот поэтому но концептуально это правильно то есть я честно что правильно давайте я вот вы говорите я так и не поймать сказал я примерно понял о том что макс хотел для продукта развертывания инфраструктуры все сиди вынести в отдельные репы здесь что-то немножко смотрится шире здесь и про код и про код и про пайплайн собственно нет здесь про ownership ства ну да будут соответственно и не нет я с тобой не мне кажется мы чуть неправильно говорим тут имеется ввиду том что есть команда который отвечает за продукт и не нужно выделять в том числе команду за пайплайн да да все так ну просто может быть почему-то у меня в голове не сложилась эта картинка да и может быть наших слушателей она тоже не складывалась тут имея идея именно в том что не надо создавать отдельную репу там под себя сиди и там не знаю вася пишет себя сиди для продукта который он даже не знает что там происходит и ну тут как бы странность и девелопера отправишь пищу на стране приплайн смотрите а девопс ли там чувак который пишет эту штуку может быть частью команды просто у тебя например может быть такая ситуация том что потому что он может не знать про себя сидим вот не про себя сидя про тулу который ты используешь ему тоже надо будет потратить время на то чтобы изучить из того что нет ну смотри тут мне кажется больше идея в том что печи команда дали там часть проекта что здесь хотят ребята сказать о том что вот у тебя есть там кусок этого проекта компонента сервиса микросервиса неважно это все одна единица здесь нету отделяющих типа есть команда девопсов которые типа фигачит себя сиди для всех там микросервисов они нифига все равно не понимают что они оторваны то у тебя есть например там 10 проектов одновременных и я ходи ворс например пишу пайплайн для эти все семьи меня без разницы что сервисы буду делать да я не понимаю о том что что реально поменялось предыдущего например спринта мне приходит и говорят ведь я нужно сделать вот это я как получил команду да я пошел лобобах и сделал но по факту не все так просто но и здесь те в том что не всегда получается сделать скажем так выделить это в сервисы выделиться в отдельно там например команду в отдельный код репозиторий в отдельную штуку что он чтобы отделить кодовую базу вот не знает про структурные кодовые базы от из нас я сиди базы еще что-то еще что-то все должно быть вместе и команда не 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 петь а там девелопер да в общем команде кто должен знать как это работает и это все должно быть как единым продуктом эти в этом смысл так она как бы происходит но у меня например дано на проекте вот такой вот антипаттерн по этому пункту да то есть у меня есть команда который отвечает непосредственно за дженкинс и все люди которые там происходят и pipeline это все их ответственность а другие команды это потребляют и условно если надо изменить что-то в пайплайне мы идем к ним создаем тикеты они отправят и там катя следующее сразу пункт который стоит тоже тоже да 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 прям вот следующем вот она как бы одно из другого вытекает атикет driven платформа operation модуль так то у тебя вроде есть команда которая отвечает за типа дженкинс пайплайны а если мы разделяем вот это там за инфраструктуру и команда таких разработчиков так мы решили использовать с 3 bucket нам нужно с 3 bucket так инфраструктурщики парни задайте пожалуйста нам второй форме с 3 bucket нельки да мы положили в свой буклок но у нас есть более приоритетные задачи они уже выходят production фича команда продажа не из 3 bucket а нету бах ничего не работает привет ну хорошо так ты предлагаешь чтобы девелопер сам пошел создался стрелять я предлагаю том что или девопс часть этой команды и не создавать эту тикетную модель либо платформенная взаимодействие доподвокс часть этой команды человек который например роль человека создать инфраструктуру себя сиди это человек внутри этой команды либо же команда сама это делает не знаю девелопера в этом осваивается еще что-то либо выделен отдельный человек который это делает просит сидит и ждет до жду почему же дома делать другую работу в это время может писать тесты например это покрытие может создавать автоматизацию security наверняка еще не решенный вопрос и так далее а взаимодействие между платформами ну как бы следующая тема да там типотики древен платформа operation models в том что вот например у моего заказчика есть вот я делаю да я конкретно делаю платформу для запуска кубернатиса спарка в кубернатис все к моему проект да и мы его делаем без без тикетов то есть моя задача сделать таким образом чтобы люди конечные клиенты которые будут пользоваться моим продуктом они не приходили в жиру не создавали мне теки типа там хочу запустить 33 джабы и я должен 33 раза пойти что-то сделать на как бы и tops будет я буду говорить вот вы в гите у себя пишите на там файлечек с конфигурацией вы приходите к нам один раз мы подключаем вашу репу один раз парка подключаем а дальше вы делаете что хотите как хотите мы предлагаем рантайм ваши все изменения вы у вас есть гид вы должны понимать как работать моя система то есть порог входа чуть чуть больше но при этом полный контроль с их не стороны по факту ты тикет джири заменил на пол реквест нет 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 это их репозиторий они дают платформу все равно будут файлики изменяясь как-то своей репе своей не в моей себя исключил просто один раз построил все больше да то есть я просто говорю там что-то мята марка конкретно стоит и он просто смотрит на их репу репа должно быть определенные условия да в какой файлик должен существовать в этом файлике там дальше кита референсы есть но я себя снимаю как бы взаимодействовать ко мне не приходит пол реквест я их не опробую ничего я один раз подключаю репу ихнюю и они дальше в сами взаимодействуют как они там у них процессы настроены review не review комитет сразу в мастер не знаю мне это данки полностью то есть вообще я один раз настроил и все окей да я вижу что на нашем таймере кати уже один час сорок восемь минут я надеюсь что в результате у нас это будет сокращенная версия радар будет разбит на две части поехали в тулы наверно а платформу пропустим ну почему я решил что идем в тулы потому что как бы если идти по кругу то я но я просто по пдф киду ну давай пдф ки просто платформы против часовой стрелы но пошли в платформы и ну я я же не спорю как бы тут платформа просто на самом деле очень много такого далекого по крайней мере от меня вот себя это выделил буквально так авталах тоже на самом деле вот если брать в целом радаров вот из всего то что я прочитал я прекрасно понимаю том что самое интересное было в техниках до в тулах вот я смотрю на свой этом конспекте к я понимаю том что в тулы я написал только четыре штуки наверное если за что и что я себе записал я себе записал и с билд мне кажется будет очень полезно если ваш проект построен на всяких java скриптовых фреймворках и прочих всяких штуках почему потому что все это крайне медленно собирается работа с нпм и прочим это более страдания с точки зрения времени от не отклика временно фидбэк при изменении кода потому что чаще всего выкачивается на миллиарды всяких зависимостей все это работает не очень хорошо вот ребята в есть где в это том что java скриптовые проекты будут собираться намного быстрее они будут более оптимизированы и так далее но и тут типа в чуть ли не там в десятки раз это может улучшиться следующий инструмент который я себе записал это редэш так где он тут да вот он я его вижу редэш он чуть ниже это создание скажем так опять же you build it you run it здание дашбордов визуализация опять же визуализация якоти пошел на эту компанию редэш они были куплены то бриксом судя по всему поглотились и задача в том что просто через какие-то запросы хранения какой-то информации ты можешь посмотреть что у тебя и где и как настроить как работать условно какие-то фичи например готовы и так далее на спалке не напомнила визуализации но спланк тебя больше строится налогах и его то смотри да было в радаре про визуализацию на как они отрисовывают график они но это да синтаксис более такой полегче чем спон название редэша с коллегой с индии эти вот у них завтра очень похожие имена по моему есть такие как-то связаны с таким названием инструмент еще чуть выше пропустили был инструмент который называется правлер проулер знак правильно произнести фишка в том что если вы сидите в весе то она позволяет про анализировать вашу вестную инфраструктуру с применением всех цис-бенчмарков то есть кто не знает там цис-бенчмарки это как правильно шифровать central internet security что такое и в них расписано как должна ваша инфраструктура быть готова для того чтобы соответствовать максимальной безопасности я бы так сказал рекомендации это один из фреймворков самых популярных и на самом деле этот инструмент как проулер это типа one more я знаю еще два которые делают то же самое ну отлично сотворк рекомендует сотворк на сегодняшний день рекомендуют именно его посмотреть можешь им написать что вот чуваки еще два и я просто говорю что потому что надо все эти вещи анализировать что подходит больше меньше особенно в секьюрити этих инструментов и сканер становится просто больше и больше с каждым днем да потому что сама секьюрити становится более востребованным видишь насколько всем не хватает секьюрности все каждый пишет свой инструмент the pool тюпл наверно тюпл инструмент прикольный я даже посмотрел демку по сути это для скрин шаринг с оптимизированной там много интересных вещь ты прям можешь смотреть свой перформанс какой у тебя там фпс и можно кидать ссылки на то сразу открывается инструмент для парного программирования да ну на самом деле я пробовал парное программирование говоришь как он так приватно как будто это что-то такая запрещеночка немножко почему конечно вот у меня почти четыре часа был митинг в четверг мы парно программировали там одну штуку связанную с интеграцией с хэшкорп вал помпы нет там пару сотен строчек чужого кода разбирали оптимизировали для нашего environment а вот четыре часа зум звонок без вот этой всякой штуки в чем неудобство потому что с этой штукой человек может тебе там например отправлять сразу же ссылки например она будет открываться он может тебе сразу помогать писать ну то есть например в чем в зуме неудобство о том что ты человек не может писать тебе в твоей вежле например нельзя зареквестить управление можно но в этом случае как бы такое себе короче ну например вот мне кажется классный вариант когда у тебя стоит вижу студии life share ты кинул там человек у него тоже открыто окошко вы там взаимодействуете если нужно там дописать код он там что-то управляет например но при этом ты еще делаешь какой-нибудь зум скрин шаринг и она тогда вот работает вообще на ура я в программе будет развиваться это точно будет развиваться я думаю что что всякие типа teams и прочее будут в себя это внедрять неким образом конкретно этот тюпл стоит денег стоит неслабо 25 баксов за лицензию на год в месяц в месяц по моему в месяц сейчас нажди так я перепроверю чтобы никого не обмануть так прайсинг да 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 25 долларов за юзера в месяц ну штука прикольная как они сказали они мега сильно там акцентируясь на оптимизацию для представления дополнительной информации во время и так далее ну короче как бы если вы много тратить время в этой штуке то возможно вам подойдет поехали дальше это билд дэш and potman саша расскажешь билдах работа на ну ну на самом деле про эту штуку ну я честно говоря здесь я не использовал то есть поэтому не сложно как бы об этом говорить в жизни да но это как бы как раз таки про зависимость всего мира докера да это попытка уйти от этой зависимости надо то есть rootless то есть когда мы используем брутовых пользователей ну то есть она использует просто причем если rootless и уйти от докера не одну это два инструмента ну вот как раз таки убил билдах 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 и про сборку подман это про запуск краски подман концентрируется на том чтобы убрать возможные проблемы на этапе сборки да и грубо говоря не позволит а ну я не знаю как это реализовано тут написано что он как раз таки позволяет себе достичь вот этого рубля сопровища на нескольких линокс дистрибутивах независимо от того как бы что написано в самом образе каким-то образом вот но да это я лично мне нравится к не когда то есть я его использую на нескольких проектов потому что это как бы штука которая позволяет докера докере собирать до варез докера во первых да не нужен докер да то есть я могу спокойно запускать на гитлоп ранее без всяких привилегированных контейнеров губернать сборку не думаю о том что мне надо прокидывать китом сокеты и так далее и тому подобное и более того но там очень круто механизм кэширование особенности собираешь клауде да то есть он активно может складывать в бакет может нативно складывать гитлобе ну то есть все это из коробки работает очень гибко и ну мне нравится как это работает да то есть там появляется больше инструментов до появился этот экспериментальный как-то эксперт называется токи или как-то типа такого или build x вот build x build kit build kit и build kit ну по-моему build x а вот он называется который позволяет параллели собирать на несколько платформ build kit вот ну да и мне просто сложно про это рассказать потому что я не я думаю здесь основная цель вот этого опять же посвятить во первых это в каком состоянии на хоть она находится состоянии асос да асос поэтому как бы то что сотвор говорит ребят не единым докером живем есть неплохие инструменты виде build dash build of build их не знаю и подмена стоит потратить свое время том чтобы разобраться пощупать и понять может быть завтра имеет смысл перейти туда или ну не знаю там зависимости от того как докер даша будет развиваться иметь в любом случае какую-то альтернативу это прямо уже можно при сишки делать да то есть там не просто посмотреть пока да да ну это как бы дает это не то что завтра мы внедряем это в продакшен мы делаем все сишки смотрим экспериментируем изучаем и дальше но будем готовы да супер поехали дальше что у нас еще осталось у нас остались все гитхаб экшены мне кажется что мы уже здесь не раз про них говорили и то что они находятся в ассе если честно меня ну немножко удивляет но с другой стороны я понимаю что этот продукт по моему все еще в бете но они правильно пишут в конце вот они выводы прямо с нашими сошлись для того чтобы быстро поднять какой нибудь маленький проект вам стоит рассматривать гитхаб экшен вот прям как мы их сказали гитхаб экшенс тут еще появился наверное ну в таком статусе благодаря именно концепции в каком-то из пунктов радара было про такие единое место для всего вот как раз гитхаб становится все больше и больше тем местом где ты можешь делать все от управления проектами заканчивает деплоем и это прям круто да то есть у них есть вот эти mail stone и у них есть projects барды где можете двигать тикеты где ты можешь все это отлично интегрировать гитхаб экшенс прямо отлично туда заходит то что он на мой взгляд кривой и еще недоразвитый это факт но поэтому она находится в ассе ну то есть но у этого есть очень большой потенциал что очень круто ну на мой взгляд окей отлично я бы еще хотел зацепить пару штук в инструментах если вы не против да то есть я себе там выписал то давай 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 как же я что ты не сказать про терра тест который становится все более популярные вот даже тотворк спишь что они когда появили его что так вот типа можно присмотреться они поюзали и прям круто то есть можно писать отличное тестирование для терраформа и им прям нравится ну то есть поэтому они говорят что в принципе осваиваете голенка вперед потому что это вам позволит закрыть функциональную часть без стоимость то есть вы сможете тестировать максимально все что вы пишете без необходимости там поднимать инфраструктуру и тыкаться туда каким-нибудь курлами да ну или а вы сила ими я посмотрел в прошлом году ровно год назад ой два года назад они его отправили вас с ну типа попробовать в этом году получается в апреле двадцать первого года они его подняли до триал ну то есть уже есть смысл его уже не не делать не пиосе а уже потихонечку внедрять вот следующая штука которая честно говоря удивлен что она появилась в оси сразу это хашикор boundary то есть та штука которая была анонсирована только в ну там сколько говорили полгода назад может чуть больше в ноябре по моему она была на хашикон в digital анонсирована то есть это такой инструмент который если вы можете посмотреть там сколько четыре пять шесть выпусков назад больше больше да где мы обсуждали про этот инструмент это то что позволит нам организовать доступ унифицированный к любым сервисом с помощью одной системы описать полисе и так далее очень удобно круто и на самом деле есть очень большое желание внутренне сделать отдельный доклад либо какой-то другой гайд выпуск штуки до идти в деталях за практика и пощупать не ну в принципе хашикор славится тем что они свои дети еще которые на очень ранних стадиях уже начинают пихать куда только можно если начинает им пользоваться да ну поэтому да пишите если интересно посмотреть что нибудь детально я думаю мы с удовольствием с ребятами что-нибудь придумаем по этой теме да вот и мне лично очень понравилось что появился ремонт в сл в аксессе это такая штука которая бытность когда я дамаг работал на винде я очень страдал от того что не было консолей в сл первой версии был плохо потому что с точки зрения производительность тот же terraform там работал в 20 раз медленнее чем на нативной консоли в линуксе либо в макос сейчас в сл 2.0 развивает microsoft это направление появились интеграции с visual кодом полноценный который позволяет в принципе использовать это без костылей виде там интеграции сигвеном и гитом так что круто круто те кто использует windows как операционную систему я думаю должны радоваться и в принципе самое время обновить и сидеть не только в окошечках но еще и в консоли да именно так три волшебные буквы vsl позволят вам прямо из графики перейти ну и такой последний тоже момент который мне понравился лишь лично я доволен что он появился в холде того из pipeline а я думал как раз таки как бы я не любил amazon все что связано с пайплайном код комит код билд код деплой естественно код поплавил к этого это прямо отвратительная мерзость для меня по крайней мере потому как интегрируется с сервисами неудобно банально неудобно отвратительный дебаг в том плане что до кубики собираются хорошо и быстро да то есть ты можешь спокойно задеплоить вес с без необходимости писать какие-то скрипты использовать для деплой в битсток замечательную инструмент ёб называется епи и ластик битсток сокращенно силой инструменты ты пишешь и и бит и плой чтобы за деплой что-то вот и но она классно работать в код пайплайне но когда ты приходишь на проект где это все сделано или тебе приходится это делать это прям максимально неудобно с точки зрения интеграции сервисами круто но с точки зрения универсальности гибкости и банальной трассировки процесса это отвратительно потому что ты не можешь посмотреть процесс деплой в весе с тебе надо нажать на и с там ссылочка в лог группу которую в cloud watch и ты там смотришь уже логи деплой ластик контейнер сервисы с разбираешь по контейнером ну она как-то не комплекса что ли вот они в принципе тут пишет про то что это слишком сложно и все чаще и чаще когда тебе надо какая-то гибкость тебе приходится уходить от этого да то есть кто-то встраивает код пайплайн в какие-то гитла пайплайны кто-то вообще от этого уходит ну поэтому логично что она появилась тут но если у тебя что-то простое то есть там запустить cloud formation стек и накатить там какой-нибудь деплоймент в эластик бинстолки конечно тебе не стоит заморачиваться но если как у меня на проектах там у тебя сотни серверов и десятки или сотни сервисов плюс базы плюс вот это вот все но хочется какой-то гибкости и более управляемости что ли процесс короче дженкинс надо ставить дженкинс я люблю дженкинс я люблю гитлапся и ну да в этом плане конечно дженкинс из них самый гибкий хорошо если так мы поставим в с код пайплайн или гитхоп экшенс гитхоп экшенс однозначно мне мне нравится гитхоп экшенс несмотря на то что они пока еще кривоватые в некоторых моментах там нету ямаль якорей рожденные с дефектом да и все еще не готовы но докладу классная штука до майнистом круто казалось много где за круто поехали дальше языки но на самом деле языках я вообще считаю что здесь для нас по сути ничего нету я ничего не понял я так вот пролистал не ну я видишь что у меня там типа флаттер котлин мультиплатформ мобайл ну прикольно молодец котлин флоу я вижу очень близко знакомые слова ну как бы дот нет дот на 5 кстати да би юнит ну как бы же юнит да 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 только ехать дальше в платформы быстро пробежались по языкам в платформах тоже платформах тоже на самом деле не то чтобы много прям вот cloud build kit а мы по моему про него здесь говорили пару выпусков назад тоже напомни саша ли тех кто пропустил что это такое ну это такой инструмент который выпустен амазоном достаточно недавно для того чтобы писать нативными языками разработки как dotnet typescript golang или python описывать свою инфраструктуру как код грубо говоря это просто надстройка которая позволяет достичь динамичности который раньше не хватало в клаудформейшн то есть грубо говоря это инструмент который синтезирует код написанных нативных языках в клаудформейшн стеки их применяет и вы получаете свой желаемый результат почему так никто не делает больше почему гугла нету ничего подобного ажура ничего такого нет ну вы журе там сложнее с точки зрения закрытости платформы насколько я знаю то есть у них там все в принципе очень плохо даже староформа вот что поддержка поддержка развития то есть очень сложно все это поддерживать самому microsoft а сторонним разработчикам невозможно за счет как бы определенных ограничений то есть например банальные вещи я уже не вспомню примеры но я работал с ажуром второформе там все сложно почему не делают другие ну сложно сказать даже когда я сдавал свой сертификат по гуглу это было уже давно типа три года назад или когда там с половиной два с половиной там сидят экспарт сертифайда нету витя явно не эксперт гугла просто помнишь он там там соответственно был двух них deployment менеджер он еще есть нету я не в курсе и даже тогда в экзамене был пункт про то что в принципе ну типа не рекомендуется в идеале надо использовать уже что-то другое типа терраформ модули до который гугл развивает достаточно хорошо говоря про сиди кей а зачем зачем его использовать если есть полуми например ну это как бы да есть нативные инструменты есть сторонние инструменты да то есть в этом случае сидикея и плуми есть много сходства много различий да то есть у меня нас там проходила конференция devop z days да в компании летом вот у меня был раз таки докладик в октябре в октябре у меня летом летом в октябре лето было длинное там был как раз таки доклад где я сделал для себя в первую очередь сравнение терраформа полуми и сидикей для того чтобы принципе поработать полуми сидикей потому что до этого я знал только траформ ну и как бы основные выводы предельно простые если вы умеете программировать у вас культура разработки на достаточном уровне что вы можете все вместе работать над этим то есть имеются разработчики там архитекторы не знаю кто угодно то это ваша дорога а вот плуми или сидике и решать вам потому что если вам надо делать не только амазоновские нативные ресурсы и клубные эти в штуки то наверное лучше посмотреть в сторону планы потому что там развиваются другие провайдеры но это тоже есть в списке платформ если у вас клубные эти в сервисы function там всякие динамо диби шины кэши все в амазоне ну наверное стике и вам зайдет лучше мысль появилась голове может сидикей и полуми появились как раз потому что везде есть этот лэйрд страх чем до платформ teams и девелоперам было долго ждать пока опс часть опс команда сделает им инфраструктуру поэтому они решили сделать под себя инструмент пока и shell девелопер возьму тикет в работа но возможно возможно ну как бы есть такая прикольная штука появилась от terraform ада то есть кладовый китово terraform то есть когда-то можно в принципе генерировать вот именно синтезировать вот эту штуку для terraform с помощью стеки описывает terraform код сетики это какая интересная форм код уже можно чем угодно наверное писать можно даже квадратики накидать на доску и тебе в итоге terraform код да это у нас как-то называется платформа забыл не суть важно ну короче все больше больше развиваются эти все программирование в общем надо учить да и даже здесь вот если мы дальше посмотрим то мы здесь увидим тот же плуми то что саша говорил находится она еще все еще в ассессе то есть но не стоит бежать уже прям внедрять но нет то потрогать надо потрогать надо и там сегодня у нас я не знаю будем ли мы сегодня общей темы рассматривать другие но в новостях которых мы готовили то сегодня был заготовлена новость о том что плуми вышла релиз номер 3 и мой основной тарафор все еще да 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 015 был мой со мной комментарий да к этой новости но вот ребята сотворка говорят о том что плуми асс да и по плуми ничего не поменялось то есть если мы посмотрим по history то она находится в этом же месте смотри последнее упоминание было в октябре 2020 а впервые она появилась в ассессе пусть она все еще в ассессе впервые она появилась в ноябре 2018 года то есть уже два с половиной года скоро три будет до три года но все еще в ассессе хотя уже третий релиз но учитывая что сиди кей появился вообще недавно то есть его даже года нет так тараформа тут вообще нет в принципе тараформ был просто ну как бы давно предыдущих да 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 то есть он уже давно в активном так сказать в адопте да да они же просто не все сюда пихают да они пихают именно то что либо они хотят захайлайтить например в предыдущих было они хайлайтили о том что ребят смотрите вот есть инфраструкт через код используйте терраформ есть классные инструменты еще раз поднимаем у нас это было но вот обратите на это внимание то есть они как бы чаще всего стараются это как бы показать они же не каждый раз там тащит за собой да то есть она может и есть но его по факту как бы но нет смысла вы еще раз показывать хорошо окей погнали дальше следующее что что мне здесь бросилось немножко в глаза это вот хоум-мейт инфраструкт через код продукты то есть не стоит пилить свое не стоит прям создавать свои терра формы создавать свои какие-то там продукты которые будут позволять вам тел скрипты с рм там да тут тут скорее не про то что прямо не писать с нуля тут про то что не надо пытаться обернуть существующие своим потому что инструменты сегодня достаточно свежи и готовы к использованию что вы используете надо это как примерно опять-таки devops минск конференции там сколько в июле я выступал опять-таки да и там вот так куда ни плюнь саша все выступает там так получилось что как раз таки я приводил пример со своей практики где у нас были разные попытки улучшить терраформ да и появилась в итоге какой-то скрипт там на 700 строк на питоне который по сути не делал ничего особенного кроме как создавал проблемы в итоге мы ушли на террагранты вперед можно было поконтрибьютовать прямо в терраформ наш грант или второгрант ну неважно ну на тот момент трагран да он в принципе то было в общем упущение на стадии дизайна скажем так террагранты терротеста все с одной и той же компании кстати грантворкс если я правильно помню евгения брикман автор книги терраформ up and running очень классно так но тут больше для меня больше ничего нету в нашем замечательном радаре и тут я бы задался бы вопросом мы пойдем дальше или будем на сегодня сворачиваться можем пройтись по новостям одной строкой на следующий раз уже оставить системы которые на сегодня были заготовлены ну давай team city cloud представлен все постепенно уходят в клауд чтобы продавать свои сервисы для обстановки он прямо даже дело не он прямо о том что ты развернул ну хотя есть какая-то инфраструктура и все больше и уходите а сиди в нечто такое типа менедж сервис там ажур девопс например да или но это team city cloud то есть то что тебе не нужно локально тащить себе ставить тебе нужно только агентов подключать само ядро сама ответственность за поддержку большая часть она где-то прайсинг не смотрел нет нет не смотрел честно не смотрел очень на прайсинге такие лучше брейнса обычно прайсинге очень дикие прям болючие прошлый раз обсуждали тему про гитхаб и майнеров мы хотели сегодня прям в отдельную тему это и уйти но смысл в том что криптомайнеры просикли фишечку да и теперь атакуют все остальные сей инструменты как я понял и кстати там они уже их атаковали еще до того как гитхаб начал что-то там говорить о том что у нас это произошло но видно гитхаб первых кто признал остальные просто видно не задетектали и теперь сейчас все увидели то что гитхаб это сказал да у нас есть да и теперь все остальные тоже пошли начали рассмотреть в эту сторону и прямо мы же говорили в прошлый раз почему остальных почему остальные молчат почему никто не но вида потому что не анализировали а сейчас проанализировали и поняли том что да действительно проблема есть и там крутых пользователей у которых там открывается куча полу реквестов и сразу строят пайплайны во всех системах. Ну, теперь вот вопрос будет, что делать с бесплатными тайрами, как людям тестировать свои продукты. Я думаю, что будет очень жестко, будет просто закручивать гайки, я не думаю, что появится некий механизм, который позволит отсечь этих майнеров. Точно так же, как не этого механизма, который заставил бы этих гадов перестать покупать видеокарты. Да. На 3080 Ti там вроде как поставили какую-то защиту от майнеров, и она в два раза становится неэффективнее для майнинга. Но вроде как уже нашли обходные пути, и все равно дальше ее покупают. В общем, да. Видеокарту не купить. Следующая тема — это Fortran Package Manager. Максим. Я вообще не понял, к чему ты закинул. Кто знает Fortran? Ну, просто язык такой очень распространенный, поэтому я решил... Я понял, как ты акцентируешься, да? Так же, как и в этих, в лэнгвиджах. В соцворксе, да? Вот знакомое слово, здесь знакомое слово. Нет, ну, просто к тому, что Fortran, наверное, такой еще жив, и даже для него делают Package Manager, что тоже достаточно интересно. Следующая тема — это Lens 5. В бету вышел. Если кто-то не пользуется, Lens прям, я считаю, очень классный инструмент для, скажем так, Kubernetes Dashboard. У вас клиент, вы поставили, посмотрите, там, логи посмотрите, ивенты, как создается. Сразу редактировать можно на лету. Очень классно, очень удобно, особенно если у вас множество кластеров. Ну, например, у меня там множество кластеров, я быстренько переключаюсь, это очень удобно. Можно делать все с терминала. Есть любители терминала, есть любители UI. Это для любителей UI, ну, не то что нативный инструмент, по-моему, он... Красоты. Он тебе сразу показывает, там, сколько у тебя подов. Ну, нет, быстро, все-таки быстро посмотреть, что у тебя происходит. С разных подов, например, логи быстренько глянуть. Можно пользоваться терминалами, типа, там, Stern или еще что-то. Да, я согласен, но в целом, очень прикольный инструмент. Если вы не пользовались, я рекомендую поставить, хотя бы поиграться. И последняя тема одной строкой на сегодняшний день — это то, что Kubernetes собирается переехать на, скажем так, релизный цикл будет теперь 3 раза в год. Раньше было 2 раза в год, теперь он будет 3 раза в год. То есть, видишь, набирает только обороты. Это не очень. Ну, в смысле, 2 лучше делится в году, чем 3. Ну, ладно, каждые 4 месяца. Нет, я просто помню, что ты все ждешь, когда... Да, это все ускорение, понимаешь. Но ускорение перед падением в бездну. Максим все ждет, когда Kubernetes бедность загнется. Да что-то пудово. Что-то будет другое. Я думаю, что Максим потеряет профессию. Привет моему знакомому. А Kubernetes еще будет, да? Привет моему знакомому Коле, у кого на проекте Kubernetes 1.6. Спокойно себе живет. Ну, вот это переход на трехфазовый. Ожидаемо. Ну, это на самом деле ожидаемо было. Это как ускорение Java, как сейчас Java, там каждые полгода фигачит новую версию. Ну, сравнение, наверное, все-таки плоховато, но в целом, как бы, теперь будет чаще, больше, и мне кажется, что это будет подстегивать людей быстрее переходить. Не будет таких сильно мажорных релизов, будет более плавно, но... Главное, чтобы безболезненные переходы были. Ну да, вот. Безболезненных переходов это, мне кажется, практически не бывает. Мне вот кажется, достаточно деструктивны некоторые производители хелмчартов, как, например, по-моему, для Grafana, то есть они обновили мастер темплейтами, которые не работают в версии 1.16 и ингрессы там, где поменялись. По-моему, это в 17-й версии случилось. Вот у меня, соответственно, в проекте 16-я на одном, и когда я пытаюсь хелмчарт поставить просто на последний, мне говорят, чувак, я не умею в ингресс бета, давай-ка мне ингресс, стабильные версии. Вот. Ну, поэтому обновляться придется, если вы хотите, в принципе, следовать за миром, они следуют, работают не трогать. Оставаться где-то там на задворках. Окей. Я думаю, что сегодня будем заканчивать. Я обещал передать привет Наталье Немковичу, она уже очень давно просит. Наташа, привет! Я обещал. Все время лайкает, лайкает. Да, 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 да. В личку мне все пишет, что когда же я передам привет. Всем спасибо за то, что дожили до конца. Я не знаю, сколько получится на монтаже, но я вижу сырой материал 2 часа 21 минуту. Ну, будет меньше явно. Явно будет меньше. Хватит ровно на заряд макбука Максима. Да, да, да. Если кто-то не обратил внимание, смотрите, у Максима теперь у нас новый девайс. Я хотел бы, конечно, сказать, что оргкомитет ДКТ проспонсировал покупку нового девайса, но, в принципе, оргкомитет в виде меня проспонсировал. покупку нового девайса. Катя, если вам интересно какие-то тесты или сравнения, то тоже пишите. Я думаю, что Максим с удовольствием. У нас, наверное, скоро будет Прошка, Air и Mini. Ну, может быть, я пока не уверен. Практически в одинаковых конфигурациях. Посмотрим. Всем спасибо, да. Я думаю, что, наверное, пора включать нашу любимую музыку. Наверное, надо еще сказать, что мы продолжаем ждать какого-то фидбэка по поводу картинки. Мы стараемся делать всякие фишечки. Сегодня мы выставляли свою картинку два часа. Да. Специально для вас, поэтому хотелось бы услышать, насколько у нас это получилось хорошо или насколько у нас это получилось печально. Да, если кто-то не обратил внимание, там вот сейчас вот у Максима на фоне есть кастрюлька. Где-то вот там. Да. Кто досмотрел до этого? Там наш обед, который мы сейчас будем кушать. Ужин уже. Уже ужин. Так, ну что, мне надо лезть под стол, чтобы... Да, давай, лезь под стол, врубай. Хорошее начало для видео. Допс Китчен Пакс закончен. Готовь. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok